Всем привет, с вами подкаст Girl, just wanna have smart И это первый выпуск второго сезона И для тех, кто не читает Наш телеграм-канал Информация про второй сезон У нас он будет посвящён dark romance Преимущественно Будут и другие книжки, но с большего Dark romance И, кстати, подписывайтесь на наш телеграм-канал Так вы будете узнавать первыми Об этих новостях И не забудьте ещё подписаться на YouTube У нас большинство, кто нас смотрит, не подписаны на нас на YouTube Это, я считаю, большое упущение И нам неприятно Поставьте лайк и напишите комментарий обязательно к этому видео Те, кто слушает нас на подкаст-площадках Вам вопросов нет, вы молодцы Приходите на YouTube Смотрите там, ещё колокольчик ставьте Да Ну, теперь можем начинать Итак, с вами сегодня, как обычно, Лиза Настя И Света И книга Которую мы будем сегодня обсуждать Даже две Во-первых, мы начинаем серию Devil's Night Пенелопа Дуглас И сегодня мы обсуждаем первые две книги Это Корраб Коррупп Как оно? Испорчены и убежище Ну что, девочки? Кто читал сколько раз на каком языке по классике? Я читала два раза на русском языке Ничем не жалею, хочу почитать дальше быстрее Третий раз на русском? Не, на английском, потому что, мне кажется, вопросики есть по переводу Не такие, конечно, как Кванову, но нормально Ты сколько раз читала? Я читала первый раз Но первую книгу я процентов 30 прочитала когда-то давно на английском, кстати Сейчас мне было в лом, скажу честно Вот, это был мой первый раз Было больно? В первой книге, да Вторая уже пошла Так всё как в жизни Сначала больно, а потом приятно Всё правильно Ну, Кавель он такой, более нежный, чем Майкл Я читала сейчас третий раз Все три раза были на русском Я прочитала полностью дважды все книги Класс, мне нравится, особенно третья Но сегодня обсуждаем первые две Да, ну, скоро будем обсуждать третью Как будто бы хочется скипнуть сразу Да, честно, да Это барабанная дробь перед книгой про Дэймона Ну что, мы прочитали «Испорченого», мы прочитали «Убежище» Сейчас мы сначала поговорим про «Испорченого», а потом про «Убежище» Неожиданно Я что-то хотела сказать Что мы будем сначала обсуждать «Испорченого», а потом «Убежище» Убежище мы потом обсудим После «Испорченого» Да Я хотела сказать, что для тех, кто не читал Прочитайте «Испорченого» Не, вы можете Вы, если читаете, не хотите, вы можете остаться с нами Мы сделаем краткий пересказ Да, да Да, чтобы быть на волне как бы со всеми Но при этом не тратить время, если это не ваше Начнем с того, что это легкий дарк-романс Я считаю, что вообще «Ночь дьявола» идеальная серия для тех, кто никогда не читал дарк-романсы и погружаться в них по чуть-чуть Это прямо класс Да Отличная серия Ну соглашусь, наверное Хотя, если честно, первую книгу я бы даже дарк-романсом не назвала Это дарк-романс, потому что тебе было больно ее читать Ну, только так, если Не, ну это прям по минимуму Ну да, я понимаю, что типа это относится к этому жанру, но как будто бы там вообще ничего такого не было Ну как, он зажгли ей нахуй дом, пытались ее изнасиловать Ну так это все шутка была Это было не по-серьезному Юмористы По-настоящему навредить Они даже, ну типа с мамкой это обошлись хорошо Я думала ее где-нибудь в подвале там держат Они такие, она в рехабе, с ней все хорошо Что давно надо было сделать И такие типа Ну, Рика будет нашей секс-рабыней Но только если она согласится Да, и так Они такие, как бы, пусечки Да, вообще Они хотят быть бэтбоями, но такие Но только если нам позволят, конечно Ну давайте еще не забывать, что они юные еще, молодые Должны научиться многому в жизни Научиться не спрашивать согласия Ответы Нихуя Цель каждого мужчины в жизни Научиться брать Построить дом, родить сына, взять женщину без разрешения Это как, нам не подвластны наши желания, да? Да Поэтому мы хотим то, что мы хотим Да, это факт Подобный тянется к подобному Это типа, когда Твой мужчина, или что? Да Да Они тянутся через Рику О, Господи Сразу, как бы, с ноги Я считаю, большим этот подкаст Сезон начался отлично Да Я бы сказала, с какой стороны не посмотри Да, стой, стой Нет, как она сказала? Я слышала, что ты принимаешь с двух сторон Да И спереди, и сзади Да Это мы Это мы, да? Я про подкаст? Конечно Нет, ну сегодня подкаст мы начнем спереди, с испорченного А потом закончим сзади, с губежища Да Итак, начинаем, наверное, с испорченного Я думаю, лучше всего с испорченным Ну давайте А убежище когда будет? А убежище сразу после испорченного Бля Я запуталась, конечно А я читала в таком порядке, интересно Мне кажется, хватит оплатировать эту шутку Да, давайте Ну, испорченный, поехали Ну что, события начинаются с того, что у нас есть такая Рика Фейн Эрика Эрика Но вся ее зовут Рика, потому что она не такая, как все Ей сколько, как в начале? Девятнадцать Девятнадцать лет, да Очень странно, как она в отношениях находится со своим бывшим и с семьей своего бывшего Хотя, как бы, его батя ее крестный Ну, я, знаете, если честно, сначала я такая не втыкала, думала, что за херня Я даже не могла понять, она вообще по уровню доходов и жизни на их уровне или она просто На их Типа, ну, я уже поняла Сначала, говорю, мне было непонятно, потому что они, типа, помогали Ну, там говорилось, помогают мои матери, типа, отец умер Там, я живу в их доме, бла-бла-бла А потом мне это очень напомнило, знаете, вот, типа, а-ля сплетницы Когда это просто богатенькие детки, которые могут себе все позволить И поэтому в их жизни и в их мире это вполне не странная тема, чтобы в твоем доме была отдельная комната для бывшей или вообще просто для рандомного друга семьи Ну, типа, это по факту родственницы их, но он же крестный, поэтому нормально Ну, это не родственники Ну, тогда тем более кринжово, как они всю жизнь свозят ее с этим Тревором Да, на самом деле это нормальная тема Вот когда две подружки рожают мальчика и девочку, они потом всю жизнь их сводят Не знаю, моя мама с подружкой тоже рожала, типа, в одно время, и мы были друзьями Нас сводили Нас не сводили, мы были друзьями, никто не говорил Поженятся, погуляем на свадьбе Но там они еще сводили за деньги Точно, я что-то как-то не подумала Они хотели деньги, забрать все ее имущество Точно, точно А у тебя, видимо, не было, и у вас не сводили И у него не было, поэтому не было смысла А что уже, да? Поэтому у бедных все по любви, Света Да Хорошо быть бедным Да Жените по любви Да, за бедность Желаю вам того же Понимаете, во всем можно найти плюс, даже в бедности Это пока единственный плюс бедности Да, с милым райом шелыша, так сказать Короче, что происходит? Она практически живет в доме у своего бывшего парня И в доме своего крестного, получается Ее мать, она зависимая от таблеток, от алкоголя И практически не принимает участия в жизни Рики Они иногда чисто вместе ужинают И смотрят фильмы с Крисом Хэмсвортом Ну, нормально Ну, это правильно Что может оторвать тебя от зависимости? Пресс Криса И всё Его молот Да Под таблетки нормально заходит, видимо Молотит 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 Молотит? Молотит, когда ты смотришь на него Молотит А, всё проехали Тревор И также она пырится и пускает слюни на его старшего брата Майкла И у неё просто замирает сердце И воздух у лёгких не проникает, когда она его видит Да Ну и мы узнаём, что он её игнорит, но у них что-то произошло в прошлом Да, но непонятно Кстати, мне очень понравилось то, что книги вот такие типа Временные две линии И мы сначала смотрим, что там было Потом возвращаемся типа в наше время Мне очень нравится такая штука в книгах Так во всех четырёх книгах этой серии Это очень прикольно, что у нас действительно как две истории Ребята помоложе, ребята постарше Кстати, может быть, если мы и рассказываем сюжет Мы пройдёмся сначала по прошлому, а потом по настоящему Давайте Не будем скакать туда По прошлому сначала Да Ну давайте, во-первых Крис Господи, Крис Крис, я у меня всё ещё Крис Хэмс Майкл Майкл со своими друзьями Они такие типа шелунишки Проказники, пакостники Всё время там писалось, что типа они пакостничают Да У них есть небольшая традиция, да, паркуром заниматься ещё Нет, пранки реально так писалось Ну там и писалось пакости Ну я понимаю, мне просто нравится весь набор этих существительных, прилагательных Я хотела сказать синонимов первое слово, извините Жалко, что на ютуб не снимают А, снимают, слушайте, и пранки снимают Ну не выкладывали Ну один раз выложили И то не по своей воле Их за это посадили, за что они пранкеры, на самом деле Да, пранки говно Потому что они негодяи Как ты говорила слово? Пакостники Пакостники, да Вот с этой селью Ну как бы пакостничество Может быть и цедимость Ну давайте Ну в общем, у них есть традиция в день хэллоуина За день ночь дьявола И они пранкуют всех Поджоги устраивают, всякую херню занимают Что захотят делают То есть у них нету никаких границ И они, мне больше всего, на самом деле, когда я читала Нравилось тот момент, то что всем похуй Вообще То есть они, по факту Они уже выпустились Да Пришли в школу Включили музыку Во время уроков Просто ходили по классам Забирали каких-то Баскетболистов Женщин Женщин? Писюх Писюх, малолетник И мне нравится то, что Майкл просто подошёл к Эрике И смотрел на неё в маске Как? И учитель такой, типа Она же не смешная левая Она не знает, что такое правдие Я такая думаю В моей школе Богатый, ты не богатый Ты срываешь урок Пошёл вон отсюда Мне кажется Ну, типа У меня бы учителя даже могли отпиздить их Типа по факту Ну, такой ситуации Не могло бы пролезать никогда в жизни Да, но они там же объясняли Что, типа Это командный дух баскетболистов Это пиндосы Вот смотрите Постсоветское образование Какое качественное Никогда в жизни урок не сорвут А у них Поэтому они географию не знают Вот видели эти тиктоки Вот у всех спрашивают Сроков в географии они и забирали их Они сжигали, наверное, карты мира Точно Пакостники И закидывали туалетной бумагой Это младшие делали Ну, они тоже сначала так делали Они сначала были моложе И начинали с этого А, потом взрослели Да В общем, они забирают всех ребят Посмотрят на Эрику Но её не забирают Потому что она малолетка Да Эй, малолетка Да, я была 16 И... Но, как бы, для неё границ тоже особо не существует Она решила Была, не была Мне понравилось, как она учителю говорит Я в туалет И я думаю Учитель... И она такая Учитель 100% мне поверит И я думаю Ты кретинка, блядь Если это... Напоминаю Это пиндосы Ладно, всё Он тоже кретин Боже, я представляю Если кто-то нас смотрит И на серьёзных щах Думает, что мы ватники Или ещё типа того Блин, это на самом деле Такие типа... Девочки Мы такие Надо добавлять субтитры Английские Чтобы они нас полностью вылили Донести мысль Кто они? И будет типа со звёздочкой Пиндос Типа This is This is you Такой кашон Ну, это как бы Дарк-романс Дарк-шутки Да-да-да Поэтому в этом сезоне Будет ещё много Чёрного юмора Короче, Рига Рига Через Харьков Рига Они не знают, где Рига Я даже этому не знаю Она запрыгивает В машину К ним И Как бы отправляется С ними втихаря На самом деле Мне ещё очень нравится Что они как будто В маршрутках ездят Каких-то Потому что туда Мещается дохуя людей Да, у них там Пять рядов в машине Ну Там Во второй книге Семь человек Было в машине Не, ну если три ряда В машине То это как раз Семь человек Ну, скорее всего Так и есть Потому что это Минивэнчик Это нормально Нет, это Ну, типа вот Джип этот огромный У Алёши Была такая машина А, ну у меня отца Тоже была такая Ну, я просто не представляю У моей колесицы тоже такая была Да, но это называлось минивэн Ну, это Devil's Night В минивэне В геленвагене Простите А я не знала, что в геленвагене Есть третий ряд А просто бедная Мы не знаем Или это дыра Надо проверить Напишите в комментариях Сколько рядов в геленвагене Сколько дыр в геленвагене Одна рика Рика? Две как минимум Рика Третью, кстати, дырку не познали Да Неси меня, рика В рику Спереди и сзади Ну, короче И она прыгает к ним в машину Я когда первый раз читала Я почему-то Я не знаю Типа, что мне в голову взбрело Но я думала, что она прыгнула в багажник И типа Она ехала все это время в багажнике Но она на заднее сиденье прыгнула Да, её никто не заметил Ну, она, конечно, конченная Но мне не настолько Ну, я не знаю А как можно было её не заметить? У вас должны были быть набитые машины Она, видимо, прыгнулась Она же прямо Вот, типа, между рядами Я так понимаю На пол она ли? Да, она же ещё каталась по полу Что-то такое Сколько там места Ты можешь Я тебе говорю Это просто какая-то маршрутка Окей Они забирают в школе Вот этот жёлтый автобус Автобус школьный И Рика там такая Катается И они просто в чёрный перекрасили И они не видят её Так у них же там ещё музыка Всё время на всю Тут не слышно, как она катается Как она такая Вопит У неё почему-то всё смешно Пиздец, это тоже так смешно Книга очень смешная Ну, первая реально там смешно много Короче, и они идут в старую церковь Видите, мы сегодня Старая церковь Мы нашли эту церковь Мы там На самом деле Собор святого Киллиана Мы эти Киллиана Киллиана Мёрфи Нет, Киллиана Просто Киллиана Мы эти Разрушители легенд Мы сейчас будем смотреть Видите, нету тут ебухихся подростков Да Нет, мы потому что Порядок навели Потому что мы сейчас будем Ебухимися подростками Я пусть этот поезд уже ушёл Кстати, про поезд Кстати, про поезд Рига-Москва Типа Рика и Дэймон Ну, я поняла сразу Молодец Короче, они приезжают Тут этот собор И там типа Орги происходят Драйки Обычная вечеринка Вот я честно Я каждый раз Когда читаю Эти пиндосские книги Про школьников Я в таком диком Ахуе всегда Что вы творите? Вы дети? Что это происходит? То же самое Когда сериалы Там вот эти Десятых, нулевых Про школьников То же самое Я такая смотрю Которых играют Тридцатилетние Ну, неважно Но я вот Находясь в школе Ну, смотри Там в одиннадцатом классе Смотрю эти сериалы Я такая смотрю С моих одноклассников Такая Орги Они, нахуй, в сифу играют Какие орги? Да-да-да Так они их вообще Лицо всё в прыщах А эти Пиндосы красивые В этом дело Да Потому что Тридцатилетние, блядь А эти ещё не выросли А в книжках это А в книжках Это просто кинг-и-пати Было у них В этом соборе Вот хотела что-то сказать Вот в школе, да? Ты когда в старших классах Ты знаешь, что кто-то один В старших классах Поебался Это становится новостью Номер один Месяца три Да И ещё потом учителя Все знают Да, все в курсе А тут они такие Чисто устраивают уорги Все одноклассники Все одноклассники Интересные учителя Трусы со старшихами Я читаю И такая Кому? Я не могу в это поверьте Это меня Я не верю Это командный дух Закаляется Да Понимаешь? Всё непонятно Ну прикиньте Реально Вот родители И учителя Они такие Всё нормально Они просто ебутся там Развлекаются И вот отбьют друг друга Поджигают Испугают Раз в году можно Это хуйня Типа это не оправдание Такого поведения Кстати Мы реально слишком Уже старые для этих книг Да По этой причине Что я не могу Ну типа я как родитель Уже на это всё смотрю Я такая Типа что вы творите Дети Да Успокойтесь Я вот читаю эту книгу Я прямо видела Как бы она мне понравилась Будучи я подростком Да А сейчас я читаю Такая типа Дети нахуй Учитесь Поступайте в колледж На самом деле Я вот кстати Когда читала Я немного кринжевала С этого Как раз таки С той темы Которую мы обсудили Но Ещё дальше Я иногда типа Ловила кринжа Что в первой Что во второй книге Когда они уже Типа взрослые Им во второй книге Двадцать четыре Во первой Ему двадцать два Двадцать три Двадцать три Двадцать три Ну это Ну не пару лет Как мы прошли Этот возраст И Не пару лет Правильно сказала Она пару Ну так иди в оргиях Участвуй Всё у меня Пораспозами После подкаста И короче Они даже уже В таком возрасте В котором типа Ну уже они взрослые Они такие Мы возьмём маски И так далее Нет это секси Это секси Да но Но не так Когда они Ролевуху делают Но когда Первоначально Маски у них Чтобы их никто Не засёк А уже Понятно Вот охрен Они берут маски А докажи Чтобы пойти К Дэймону А вдруг Они его убьют Нет Там никого не будет Я понимаю О чём Лиза говорит Это немного странно Это странновато Я понимаю Какой посыл Типа Их все должны бояться Что они в масках Но для меня Уже маски Это больше Ну типа Стильные ролевые игры И всё Да Никаких масок На дело Идите С чистыми глазами А мне нравится Для них это как Объявление войны Для них это как броня Я к этому нормально Меня не кринжевала А я кринжевала Какое нахуй Объявление войны Серьёзно А из твоих уст А из твоих уст Вы что-то Разрешено Вот мы с тобой Посрёмся Я такая Это война Я приду к тебе В маске И такая И Света Она войну объявила Не кринжова И я буду Не убивать Не убивать Да Вот если представить Допустим Представим Что мы не замужем Всё такое Да И твой парень На меня посмотрел Посмотрел только И ты такая Настя Война Он мой И выбыл её А там же неважно Там же взгляда достаточно Чтобы присвоить Они все Понимаешь На грани эмоций У них эмоции Зашкаливают И поэтому Они такие Бешеные Всё время Ну Типа на энергии Подростки Шила в жопу Да И поэтому Меня удивляло То что Они уже выросли Им уже 24 Они у них есть свой бизнес Но они такие Где Дэймон И она С Дэймона Не боятся Мы тренируемся Готовимся к войне С Дэймоном Рика Ты должна уметь защищаться Ладно Подождите Отматываем обратно Да Давайте вернёмся Забор святого Киллиана Мёрфи Вот там Где ебутся подростки И всё нормально Да Ещё не кринжово Или что На нескольких этажах Ну На нескольких этажах ебутся Да Окей Блин На самом деле Представьте нас На этой вечеринке Мы бы на этой вечеринке Просто угорали Я уверен Мы бы да Мы бы пили вино Таким Что происходит А потом К тебе подходит Майкл Одевает В маске Одевает тебе повязку На глаза И ведёт тебя Хорошо Дэймон Одевает тебе повязку На глаза Я готова участвовать во всём Куда ведёт тебя Будешь хихикать Да А ты тебе будешь хихикать Мы с Мастей похихим Да Мы бы посмотреть на тебя Как ты такая Блин Ну короче Она в этом соборе Встречает Майкла Кристо Да И она такая Негодница И она такая Что ты тут делаешь Тебе всего 16 И короче И показывает ей Чем занимаются Они ночью Он ничего не показывает Он не завязывает глаза И проводит И через это всё Она всё это слышит И говорит не снимать повязку Да И мне нравятся тоже Её мысли Когда она такая Я не позволю ему Типа Разочароваться во мне Не позволила Всё так Получается Действительно не позволила Да Поэтому её и выбрали Ну короче Там типа Она в повязке Её перекидывают От Дэймона Каю Каю защищает От Дэймона А вообще Их же четверо Майкл Крис Дэймон Торренс Кай Мори И Оуил Грэйсон Десерт Охорсманс Дэйхир Они перебрасывают её Ну типа немножечко пугают И потом она убегает Дэймон её запугивает немного Ну она видит Что там орг Слышит Что там оргия Какую-то её Одноклассницу Скорее всего Ебут И все смотрят Нет, я одноклассница Старшая Старшая классница Ну короче Скорее всего девушка Которая она знает Она такая Ну теперь я уже не хочу Снимать повязку Ну типа не хочу видеть Кто это Также она думает Типа Ну Она возбуждается Ей хорошо А потом такая Ну нет, я бы так не хотела А потом такая Может всё-таки хотела Не, ну Мне бы кстати Очень понравилось Нормально Нормально Да И Ну короче Вот это всё происходит И приходит Тревор Её Младший Смотрите, а Майкл Её начинает зажимать Да Ну да В уголочке А Тревор Сам её хочет позажимать А она всё её не даёт Ему Тревор И он забирает её И такой Отстань от неё Типа Ей всё уже знать Она моя Она моя Тревор вот сразу раздражал Да С самого первого момента Знаете, мне это Даже немножко Меня разочаровало Что мы с самого начала Понимаем Кто типа Мразь Ну типа Есть, конечно Ворхоз Короче Всадники мрази Понятно Ну мы такие Мы хорошие Мрази Ну естественно Сразу Они пранкеры просто А и понятно Что в книге Есть главный злодей И меня немножко Разочаровало Что мы сразу Я сразу поняла Кто главный злодей Нет, я сразу поняла Что он долбоёб Но Я не сразу поняла Потому что Они же довольно долго Тянули И не говорили вообще Что произошло Почему они сели И в тот же момент Сразу было понятно Что виновата Не Рика Потому что она такая Типа Чего вы на меня Доебались Я не знаю Что я сделала Не так Убьёт всех И никогда бы Его не предала Ну верно Но Ну типа Сразу понятно Что это не её Была вина Это сразу говорят Что она в недоумении Вот И когда уже Становится понятно Что произошло Тогда уже точно понятно Что это был Тревор Извините за спойлер Кто ещё не читал Мы сейчас к этому придём Но события развиваются дальше Рика ужинает С семьёй Майкла Эта вся оргия Происходила Средь белого дня Они спокойно После неё приехали Домой на ужин Так голодные Конечно Сначала подкрепились Женщины А потом едой Нормально Чтобы ещё дальше Ебать женщин Чисто Плановость У школьника У школьника А ну они уже закончили Ладно College season Им 19 на тот момент Да А они всё ещё Занимаются сексом Со школьницами Да Это патетик Но это командный дух Им всё ещё Надо поддерживать Дух команды школьной Да Потому что На самом деле Они сосут без них Потому что Они уехали Школьники Школьники Команда По баскетболу Подожди Школьники сосут без них Не им Они такие Это непорядок Мы должны разобраться Мы четыре всадника У твоё всё Или нет Ну Девай в маске Всё покоем Война У нас минет Возможно минет Ой шутницы У меня даже щёки заболели У меня тоже Короче Приезжают они домой на ужин Ужинают После ужина Рика такая Нет Я не твоя Тревор Бла-бла-бла Идёт домой Пешком Злая Обиженная Мне ещё знаешь Что нравится Что родителям Вообще всё равно Они как будто бы Даже не замечают Что происходит В их семье За ужином Да Им всё равно Мама это вообще кончено Чисто декорация Да А отец тоже кончен А его нет никогда Да Он на всё время А мать дома Думает собрать деньги Рики Она видит всё что происходит Такая Ну Детки развлекаются Типа похуя Там же было же в книге Что если вот Моя мама У нас увидела Она бы подумала то А вот если бы Мама Майкла увидела Она бы подумала Что мы балуемся Подушками дерёмся Типа Точно Ну короче Она идёт домой И по итогу Её подхватывает Ну типа Как это на русском слово Подбирают Подбирают На попутке Майкл Крист Кай Мори Вилгрейсен Десерт И Дэймон Торренс Фо хорсов Дэй хир Гайс Май Эйч Донт Ноу Хау Трик Короче Я считаю Эта песня Не очень применима К разница Возвратим 3 года Хуня какая-то Согласна Ну ей-то Она младше Поэтому Гайс Май Эйч Ну 3 года Камон Особенно Да в любом возрасте Не В подростковом возрасте 3 года разница С Хопсом Как раз таки Это по факту Гайс Май Эйч Это как будто бы младше А вот человек Который на 3 года Ты такой Ну с ними можно разговаривать Смотри Смотри Это песня Когда я была 13 А ему 16 Хорошо Вот только этот момент Когда я 14-18 Все уже от меня Хорошо Короче Они ее подбирают на машине И такие Погнали с нами на ночь дьявола Дэймон такой Нет Она такая Да Они поехали И по традиции Каждый из всадников Придумывает пакость Пранк Пранк Да Розыгрыш И они все снимают на телефон Да Короче Первый пранк От Майкла Был это поджечь Наркопритон Заброшку Они это делают Рика кидает первую спичку Все красиво Мне нравится Как она их подкалывает Еще типа Вот как раз таки Типа Дает им отпор Кай устраивает засаду С помощью каких-то пожарных машин Переграждает дорогу Вот А Дэймон Ебет Дочку мэра Несовершеннолетняя Ну а сколько ей лет? Как Рики 16 Да 16 Они одноклассницы Ну Маня Ну Маня тоже Тоже мне устроили В таком возрасте Ну камон Но это не изнасилование Нет Это по согласию Да Был единственный момент То, что ей 16 Да Майкл такой ошибки не допустил Да По крайней мере не снимал Да Короче Дальше Три пранка сделаны Они идут на пранк Уилла Он решил сжечь беседку Которую построила девочка В которую он влюблён Вот это я понимаю Университетский парень Да Чисто спалил беседку девочке Которая ему нравится И в этот момент Случилась облава полиции И Рика Чтобы их типа защитить Разбивает окно С магазина своей семьи Крадёт украшения Дорогостоящие И бежит По итогу они Избавляются от полиции Каким-то таким вот Волшебным образом И хлопцы узнают Что чувак Который нынче Капитан Баскетбольной команды Пытался Изнасиловать Рику Да И его девушка Они подмешали наркотики Чуть не изнасиловали её Но её спас её друг Ной Это первый и последний раз Присутствие Ной в книге На самом деле Да То есть она потом уже Когда выросла Вспоминала его В одном моменте Такая Может мне Ной позвонить Я такая Да он не помнит тебя уже девушкой Вообще, если честно Она его довольно часто упоминала Как будто бы хотела Чтобы он какую-то Большую роль сыграл Да, да Ты ждёшь его Ты ждёшь Потому что столько Про него говорится Но ничего не Он такой типа Всегда на подсосе У неё, если что Спасти это из насилования Потом опять позвонить Чуть-чуть Он это Она его френдзонит Наверное, да Всё так И они что делают? Избивают этого чувака Вырывают ему зуб Вырывают клок волос Бабе, которая в этом тоже участвовала Всё, пранк Рики тоже совершился Пранк И после всех пранков Они едут на вечеринку На вечеринке выпивают Все вчетвером смотрят на Рику И каждый про себя думает Какая она сексуальная И Майкл такой Нормально Мои друзья могут Да, правильно? Не-не, а он наоборот Такой типа Смотрел, как они на неё косятся И такой типа Вон пизда Он одновременно думал Типа, не, ну как на неё не смотреть? Да, да Ну факт Факт Ну естественно Она самая красивая Белокура красавица Грудь, яблочки Попа, орешек Не, ну она идеальна Действительно Плоский живот Всё как надо Белокура Волоски Кстати, а что за херня? Почему? Вы заметили? Сопуляции? Нет, спуляции потом обсудим Почему все блондинки должны быть в голубых платьях? Это какая-то мода была на тот момент? У неё голубые глаза Не-не, несколько раз там описывалась Там типа секретарша отца Ещё какая-то женщина Типа, белокурые волосы И идеально, типа, голубое обтягивающее платье Не знаю, может, блондинки носят голубые платья А мы на снег вы спросите Блондинки, напишите в комментариях, пожалуйста Носите ли вы голубые обтягивающие платья Нравится вам Хорошо, подходит? Да Это у вашей униформы? Всех блондинок Ну скажи, я вот себе представляла Это очень странно Реально, как стюардесса какая-то Ну, возможно Ну, она Что там дальше? Ну, Майкл с Рикой начали зажиматься А, ну, во-первых Ну, она тоже как бы не промах Как бы такая стесняшка Но она первая пошла наверх Где все замят сексом Так она хотела Майкла всю свою жизнь Конечно Поэтому ничего удивительного в этом нет Она просто такая Типа, я пойду наверх Смотрит, он следует за мной И всё, план работает Это был её пранк Сусутся, но Пенетрация не происходит Ирика обижается Потому что он говорит Что нам нужно немного подождать Ты несовершеннолетняя Плюс Ты должна два года меня ждать Я с собой приезжать не буду Никто не должен знать Что мы друг другу испытываем чувства А я делаю, что хочу План охеренный Шикарный Майкл просто Десять и десять Это его пранк опять же Нет, знаете Пранк Это когда они все В любой ситуации Когда Ну типа Идёт, допустим Нормальный диалог двух людей Потом Она не соглашается На эти Ну давайте уже Условия немножко Чересчур Серьёзно? Ты бы на такое не согласилась? Ну чуть-чуть Чересчур Как бы А что конкретно? Какой-то может нюанс мелкий? Мелкий Ну и короче И они все в принципе Вот в таких ситуациях Хочешь что-то Срочно такие Сука, я тебя ненавижу Да Да, конечно Эмоции зашкаливают Да, ты красивая У тебя есть киска Но это всё Ты не остальная Ты чмо Ты должна сдохнуть Сколько тут женщин Ходит А секунду назад Боза, она единственная Она моя И ты такой В этот момент Ну типа Ты читаешь Как бы мысли По сути персонажа И ты думаешь Твою мать, чувак Мне надо в терапию Всем надо в терапию Это Просто И женщинам И мужчинам Ну абсолютно Моя постоянная мысль Была Это Чаще не вам надо в терапию А пацаны Гроуап Просто Да, есть такое И ещё мне всё время Я думала Насколько была бы Меньше книга Если бы они просто Разговаривали друг с другом Нормально, откровенно Не, ну а то ты шо уже Совсем Ну Ранее переходишь Ну да Я действительно Не подумала Пизданула Не подумала Да, да Ещё разговаривать с людьми Лучше Их преследовать Да Чтобы он Этот человек сам понял Что Сделал не так Что он мразь Шесть лет назад Нет, не шесть Три года назад Три года назад Ну а давайте Вернёмся к сюжету Короче, она убежала Расплакалась И Майкл психанул Пошёл домой Сказал своим Трём всадникам Чтобы они Приследили Чтобы она доехала Дома Он всё ещё Типа хороший человек Да Ну она, сука Продажная пизда Потому что Они приходят домой Он Бухает Вместе С Каем Они напиваются И вдруг Кай такой О боже Наши пранки В интернете Подожди А что произошло До этого Это Майкла История Да Пранки в интернете Да, пранки в интернете История Рики Рика Уходя с этой вечеринки Надевает мне свою байку Она перепутала И одела майку Уилла Байку Уилла Уилла Силла Грейсона Да С телефоном На который Они снимали Всю эту преступную деятельность Да Почему она просто Его не положила Обратно в машину Телефон Так она не в машине Она в кабинке Уилл получается Надел её байку А вот как он в лесу Но у неё может даже была Типа оверсайз мужская Чем она у Майкла украла Мы сейчас в байках Мужа Насти Все втроём Чтобы вы понимали Точно так же Проверьте нет ли здесь Какого-то компромата В карманах Телефон Опа А что здесь Пранки А тут наши подкасты Не выкладывайте интернет Наши подкасты Это один большой пранк Да Это всё ночь дьявола Ну короче Ну в общем Пацаны её забирают Уилл пьяный Ничего не соображает Дэймон за рулём По-моему Да И Кай в маске Но Кай же не Типа должен быть С Майклом бухать Кто же это в маске И он не разговаривает И приезжает голос Чтобы не поняли Кто это И что происходит Дэймон с этим Каем А-ля Каем Пытаются Типа напугать Рику И изнасиловать её Дэймон быстро Останавливается И такой Ты не будешь Разрушать нашу Крепкую мужскую дружбу Своим присутствием Ты всё разрушишь Уходи Дэймону точно надо Повзрослеть И понять Нет, вот Дэймон Единственное Кому надо В терапию В очередь Ему точно надо I can fix him Мы все Исправим И тебя вылечим Да И себя вылечим И парики снимаем Да А там белокурые волосы И голубое платье И байки Голубые платья Это был пранк Ой, девочки Такие мужики Негодницы Вообще На два с половиной года В тюрьму Что? А тебе на три Я всё вытерплю Дэймон, дождись меня Короче, её пытаются напугать Но по итогу А-ля Кай Заходит слишком далеко И уже Дэймон Его даже останавливает И она расплаканная Всё, идёт в жопу Возвращается домой И не хочет больше Связываться с всадниками А пока она всё сосёт Майкл просто Как пидор с ней поступил Просто обложил её говном Ещё за то, что она не согласилась На его охуенное взловие Эти чуваки пытались Изнасиловать Плохо с ней обращались На туда впизду Эти всадников Что вообще в них нашла И всё, живёт дальше И наутро узнаёт Что-то слили Все эти видосы Собственно Кая вместе с Уиллом Сажают им два с половиной года За то, что они избили копа Но, как классно звучит Был Грейсон Узнал, что его Девушку, которая ему нравится Бьёт брат Беседку, который он сжёг Но это было и по любви Да Он Отзбил её брата И сел на два с половиной года в тюрьму И кая вместе с ним Романтик Романтик Ну, точно, знаете У них все их проделки Такие типа Мы жёсткие парни Мы сбили копа Ну, потому что он был плохой Мы сожгли дом Потому что это был Наркоплитон Я Беседку Полью Весь сжёг Мы изнасиловали женщину Потому что Я киска просила Потому что Мы хотим То, что мы хотим Да А что мне поделать Члену Штана Держать, что ли Я тоже не понимаю Если ху стоит То не просто Он должен Где-то А Дэймон Сел на три года в тюрьму За изнасилование 16-летней девушки Да Но им по факту Всем скостили срок Потому что они богатые придурки Да И в целом Они И Майкл И семья Дэймона Доплачивали Чтобы с ними в тюрьме Получше обращались И всё такое То есть На самом деле Они очень много И даже в самом начале Майкл Рикки говорил Что типа Ты Привыкла жить На всем готовом Привилегирована Не можешь держать ответственность Ни за что Так же Эти долбоёбы Типа Творили что хотят Так Настя Под прикрытием Своих богатых родителей И связей И потом Когда им единственный раз Пришлось Отвечать за поступки Отвечать за свой поступок Они такие Мы испортим жизнь Этой суки Она не могла с нами Так поступить Настя Так мы Всегда Типа в других Видим Типа плохое А в себе Этого же не замечаем Понимаешь Это как-то Не то что Видеть в себе В плохое В характере В общем Это очевидная херня А вы все Жили всю жизнь На всем готовом И живете Но надо учесть Что Майкл После университета Полностью сам себя Обеспечивал И не имел связи С семьей То есть В этот момент Возможно Майкл 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 Говорился Как человек Который Уже избавился От родительских Избавился А весь капитал И все остальное Он сам заработал Нет Да Он очень много Зарабатывает Нам еще про это Расскажут Что он давно Уже не живет За счет Бати С мамкой Но в любом случае Он вырос На всем привилегированном Это 100% То есть он привык Так жить И обвиняет ее За такую жизнь Да Ну потому что Она женщина Ну естественно Она только для одного Нет для двух Она либо готовит Либо ебется Хорошо Короче да Что получается Когда они сели И столкнулись С последствиями Своих действий Единственный раз Хотя могло быть Намного хуже Типа не самое страшное Случилось Да Они были вообще Не в состоянии Принять эту Эту ответственность На себя И решили Что им нужно Отомстить Рике Типа испортить Ее жизнь А именно Взять ее В сексуальное рабство Как вам Чтобы она делала Все что они хотят Это не только В сексуальное рабство В принципе Быть рабыней Да да В целом Я думаю Что это равнозначно Она заслужила В принципе Да А еще А еще Не разобравшись в деле Это ты вообще Уже загнула Еще разбираться Все же понятно Они еще знают Байка была у нее Телефон был в байке Все Типа Сто процентов она Она еще и баба тупая Да И она Типа Майкла же Ничего не слили И поэтому Они такие Естественно Ну значит Она нас слила А Майкла Даже за то Что он такой пидор Ее отшил Пожалела Да Типа пожалела его Поэтому Типа это сто процентов она Он извините Да Да Ну и в принципе Да Разнозначно Это Да Да Конечно Это заслужено Абсолютно Деньги Мы так же делаем С нашими хейтерами Если что Да У нас гарем У нас три года Зареет план Мы знаем Где вы живете Что вы пишете Все время Что каждый из вас Наставит лайк Да Мы идем с вами Маска одна уже есть Да Запомните Не надо Забудьте Она будет другая Какая Опиши Как у четырех садиков Какая-то из них О Угадайте Рандомчик Рандомчик Ну что Переносимся в настоящее Настоящее Переносимся Рика уже Встречалась с Тревором Чтобы так Типа водная была Четыре раза Занималась сексом Да За Те пару месяцев Что они встречались Четыре раза всего Да И все эти разы Представляла Майкл Вкусно Да Это жизнь Вот оно Сексуальное рабство Уже в принципе было Поэтому Что происходит Рика решает Бросить университет Которому она училась И переехать в город Меридианн Сити Меридианн Сити Заселяется в квартиру Квартиру ей меняют На какой-то Пентхаус И она такая Боже Интересно почему Блин Причина охуенная Типа потому что Что-то перепутали с договором Поэтому вот вам Пентхаус стоит Вот столько же И ты такой Почему Богатый человек Богатый человек Не может задуматься Что так не будет У нас Если перепутались с договором И кому-то другому Отдали квартиру Ты хотел Это твои проблемы В пизду Это твои проблемы Ну типа Все что ты можешь рассчитывать Это Ничего Мне еще Знаете Что понравилось Я когда читала То что Рика Она же по факту Типа вот решила Переехать в другой город Сменить университет Быть более независимой Вот типа На деньги своей семьи И мне Она очень нравится Когда она В мыслях своих Я бы хотела В жизни столкнуться С какими-то неприятностями Такая Попасть под дождь Я такая Что Какой дождь Типа И я такая думаю Девочка Ты не представляешь Что вообще жизнь Может тебе преподнести Какой нахуй дождь Не ну на самом деле Это Нам смешно Потому что мы бедные Взрослые И мы уже Все понимаем Нет зонта Я не выезжаю в зонтики В зонтики Это стильно То есть всегда Какая бы ни была погода Если я иду под зонтом Я чувствую себя кретином У вас нет такого Да И он еще задувается И ломается Ты такой Куда мне выдевать Нет смысла в зонте вообще Потому что Мокрый Куда его девать постоянно Не знаешь Зонты Это Унижение Да Дождя Унижаем Мы унижаемся сами Мы идем с этой палкой Как долбоёбы Ну типа Поэтому ладно Это снимаем Ладно Да Действительно неприятно Ну короче Она переезжает в эту квартиру Её вообще не смущает То что её заселяют в пентхаус Потом она узнаёт Что это здание Далькур Принадлежит Кристам Собственно Майклу Его семье И он живёт На двадцать втором этаже Она на двадцать первом И он видит Чем она занимается ночью Хотелось бы обсудить тоже этот момент Архитектуру этого здания Да Во-первых Как оно расположено так Типа Ну может быть Окей Я так понимаю Оно Типа вот так вот Угловое Он угловой Окей Да И тогда он видит вот так всё Смотрите Момент А как ещё Момент Который мне Тоже очень типа Застрил взгляд Я на нём То есть она сталкивается с Майклом Она слышит шум в своём В пентхаусе тоже Выбегает Кто-то за ней гонится Кто-то ебётся в соседней квартире Которая должна быть пустая Кто-то за ней гонится Она с ножом В это всё это время Насколько я помню И наталкивается на Майкла С какой-то женщиной Алекс Обожаю её Очень классная женщина И по факту То есть он её провожает домой Всё типа Она успокаивается Это два часа ночи Он идёт типа Смотрит за ней И что эта женщина Делает два часа ночи Она начинает перекрашивать стены Бессонница у неё Я не осуждаю В какой-то момент Когда она просыпается У неё мысли Типа Блин, я проспала Наверное, не надо было Сверлить стену В два часа ночи Её такое Красить Красить Она не сверлила ничего Она гвоздями Я прям выделила И написала Это мои соседи Сейчас Ебутся Сверлят Ну Красят стены Пока Лиза ищет Наши мальчики Ещё и кинжал подалили В начале книги Да, кстати Проникли в её дом Красивый, молодцы Это тоже было Типа объявление войны Нахуя он был Да Это типа предостережение Не, они показали Что они могут Спокойно зайти К ней домой Спасибо за подарок Согласна Так она тоже Так такая офигенная Стремная Ну, найс Вот, смотрите Даже в Билла Несколько гвоздей Два часа ночи Осуждаем, конечно Это вообще адекватно Ну, вот это опять-таки Потому что она привилегированная И вообще не думает О других людях На самом деле Она не привыкла Жить с соседями Она, нет, понимаешь Вот ты Да ей похуй Не привыкли жить с соседями Вот Света же росла В частном доме Никаких соседей Сверлишь, что хочешь Делать Но переселившись в квартиру Ты же не будешь В два часа ночи сверлить У неё мозги есть Она же не пиндос Преливигрованный Второй вариант Да, она просто вообще Не задумывается о том Что она может кому-то Неудобства доставлять Да, она сто процентов Не задумывается Она привыкла Что весь мир вокруг неё Крусится Ну, ты подвела мне Всё, что она Она заслужила Всё, что с ней случится Из-за этими гвоздей Да Конкретно из-за этого И ещё и пентхаус дали Блин, вместо той квартиры Короче, дальше После этой ночи Мы вообще узнаём Что Рика Занимается фехтованием И она очень хотела Пофехтовать И нашла Единственный клуб Который Предоставляет такие услуги Пошла в него И её туда не пускают Оказывается, что это Мужской клуб А женщины Напоминаю Да И то есть у них По факту в городе Один фехтовальный клуб И он мужской Вот вам и мегаполис Вот вам и 2 миллиона населения Ну Это женщина, я думаю Что так обращается Да, да Ну, короче И там она встречает Майкла, естественно Опять И он такой Ты что ты делаешь? Здесь бабам вход Воспрещен И она такая, типа Хи-хи-хи-хи И побежала Внутрь клуба Чисто ей говорят Это мужской клуб Здесь только, типа Джентльмены Да Будет весело Если я там Всё равно проникну Да И буду убегать от него Да Я не буду фехтовать Я просто тебе посмотрю Что там внутри Ну, типа Она решила убегать от Майкла Чтобы было весело Я бы на месте Майкла Подумала Малолетка Иди нахер отсюда Типа Мне не весело Я бы не побежала Я бы такая Да Типа просто Какого хера Камон Девочки, ну вы не мужчины эти Нет, ну Которые хотят её выбыть Он любит догонять Конечно Они же все Это, типа Нормально Поэтому он побежал За них Также Его тянет К ней Да Да Она бежит Там туда-сюда От него прячется И тут она натыкается На других пацанов И такая, типа Нихера себе Они вышли Они ещё все вместе дружат И общаются Мне не сказали Меня не позвали Они такие, ой, девочка Мы только О тебе и думали Да А, кстати, ещё до этого Была сцена Когда В квартире Майкла Когда они там все были И обсуждали Свой вот коварный план Как они там сядут Рики Которую они вынашивали Просто три года Гениально Они по факту Держались на этом Типа Они на этой месте И желание Типа сделать ей больно По факту Выжили в тюрьме Окей Ну, на самом деле Мы со всего Видите, очень много Смеёмся Но Я если хочу сделать Небольшую ремарочку Что я очень люблю Книжки Пенелопа Дуглас И на весь Несмотря на весь этот кринж И где-то Нелогичность Для меня Пенелопа Дуглас Идеальный автор Для отпуска Я всегда в отпусках Когда Типа В на море Ещё где-то Я всегда читаю Её книги залпом Перечитываю Просто Начиная с агрессора Заканчивая Вот ночью дьявола На самом деле Ну, типа Вот я когда Первый раз читала Я помню Что у меня осталось Очень хорошее впечатление От книг Они мне понравились Типа вообще Эти четыре мужчины Просто поразили менять Но когда я начала Перечитывать Второй раз Сейчас подкасту На первой книге У меня Типа Был такой момент Немного привыкания Что Не знаю К слову То ли что То есть ты начинаешь Читать Такое Тебе нужно погрузиться В атмосферу Эти богатеньких Избалованных Малолетних Дураков И закрывать глаза На их детскость Да Потому что Очень много вопросов есть Но потом Когда ты начинаешь Уже Половина книги прошло Ты вчитался И ты уже в этой атмосфере Ты уже вместе с ними Хочешь отомстить всем Поэтому Типа нормально Вторая книга Шикарно вообще Зашла после неё Как детки в школу Да просто идеально Зночь дьявола Ну Поэтому Типа Если вы например Начали читать И немножечко кринжуете Перетерпите Перетерпите Мы вообще из Беларуси Мы привыкли Нам нормально Да Поэтому мы очень любим Эти книги Не ну первую книгу Реально нужно перетерпеть Если Вам она не нравится Потому что вторая Вот прям на голову выше Это Отсюда сердце говорю Третья какая Ну мы пока две обсуждаем Девочки Вторая шикарно Поэтому Типа не бойтесь Да Ну и короче Ещё мы узнаём Что Они не просто хотят Отомстить Рике А вообще Типа разрушить Весь её мир А у неё мир Это бабки Мама И Всё Ну типа Власть над своей вагиной Над своим телом Да Ну ей только Им только одно надо Два Ну короче И примерно же в этот момент Они запускают свой план в действие И делают что-то своей мамой Мы не знаем что Типа они её Похитили Да Похитили И Ей сообщается Что её мать уехала в круиз с матерью Майкла Да Со своей лучшей подружкой Да Но не отвечает Не позвонив Ничего А не отвечает Потому что они типа уже в океане Там нет связи Мне считается что у них есть спутниковый телефон Ну нормально Который может связаться Но нельзя И Но тоже не может связаться Типа мать поехала в круиз и не позвонила Не рассказывала о своих планах Ничего такого Это должно было смутить Рику А она первое время такая типа Отдыхает Ну потом когда они выйдут в океан Уже нормально Я попробую позвонить на спутниковый телефон Матери Майкла Всё нормально Окей Ну ещё мы не рассказали Что Дэймон с Уиллом Пришли к ней на пару И там срывали пару Позорили её И сказали Ну твою мамашу грохнем Да Да Всё-таки она не в круизе Мне нужно пойти к Майклу И взять номер телефона спутникова Да Чтобы связаться И всё подтвердилось Идёт она к Майклу Вырывается Она Ну типа на самом деле Ой, девочка Во-первых, она Все в курсе, что она До сих пор влюблена в Майкла Майкл такой всё-таки боже Мне кажется, это видно просто Потому как она пялится Так нужно какое-то достоинство иметь Мне кажется Понимаешь, это Это чувство Оно выше всего Да Ну вы просто Вот представьте Как она выглядит Когда вот Она нормально Взаимодействует С другими людьми Потом входит Майкл И у него слюни текут И у него так же Да И эти два долбоёбы стоят И две собаки И все такие Интересно Они, наверное, ненавидят друг друга Видите, это выглядит Очень странно Вы понимаете Вот в этой книге Все эмоции Они на грани То есть Типа даже Да На максимум Да Просто Ну Слепой Нахуй не заметит Что Они влюблены Слепой Да Заметит Кровь заметит Это пенела подруга Заметит Такая Никто не заметит Не заметили Короче Она приходит к Майклу И происходит Очень странная сцена Что Её начинают валить на пол Засасывать Да Майкл при всех начинает Типа они стоят Три всадника Смотрят на них сверху Это вообще угодно А они на полу валяются Сосутся Очень страстно Яростно И непонятно Что происходит Мне нравится Что она ещё В этот момент Такая Ой, я забыла Что они здесь Да Он уже такой поцелуй Погрузил меня В мысли Я не замечаю Ничего вокруг Время Это смешно Смотрится Просто представляете Вы около них Тоже стоите И просто Это сцена Нет А они знаете Что думают Смешно Они такие Типа Мы тоже так будем С ним потом Да А Майкл такой Нет Ну она тут Да И у них кстати Начинаются эти конфликты На этой почве Что типа Они такие замечают Что Майкл Немножко собственнически Себя ведёт Ест с общей тарелки Ест с общей тарелки Буквально Это потом Вот И Они такие Мы тоже хотим кусочек Какого хера Братан Мы из тюрьмы вышли Да Тем более Рика такая Горячая Горячая Просивая Да В голубом платье Ой Нет Ну сейчас постоянно В каких-то домашних шортиках Маечках Да Вообще покороче Чтобы было Чтобы видели её длинные ноги Да И вот эти полупопи Торчали из-под шортов Красиво Да Но это на самом деле У Пенелопа Дугласу Её главных героинь униформа Чтобы вы понимали Кроме голубых платьев У блондинок Ну типа вот шортики домашние С жопой торчающие Вот это вот всё У вас есть такие шорты? У меня есть такие шорты Но я кстати Когда читала Я вот на секунду подумала Типа Как я выгляжу В своей домашней одежде Вообще не сексуальность Абсолютно Типа Вероятнее всего Во-первых Там нет ничего открытого Во-вторых Она скорее всего грязная Потому что я Типа Вытираю руки Вот так Вот там домашняя одежда И мне пофиг И ты выбегаешь И типа Егор такой Просто рычит И сводит на тебя И пожирает глазами Нет Лиза Понимаешь Это типа В браке Это ок Да Типа Так и происходит Но типа Рандомный чел Вряд ли Да Я тоже сомневаюсь Ты в этой одежде Поднимаешься к соседу Спросить номер спутникова Телефона И он такой Боже Не могу сдержаться Девочки У всех свои фетиши Поэтому Грязная чушка Грязная чушка Дарк романс Это в книге было И короче Потом они А ну кстати Там еще моя Что это Алекс Которая Проститутка С которой был Майкл В начале Эскортница Эскортница Извините Ну как-то да Контролирует Себя Она только С богатыми Элитными Мужчинами Спит Чтобы оплачивать себе Элитная проституция Хорошо Элитная проститутка Алекс Что так Да И она кстати С ней была тоже На парах И Рика ее вспомнила И немножко Такая С суждением На нее Типа Она вышла В ее мире Это ок Но она такая Немножко Рика Боролась С всю книгу Со своим ханжеством Да Ну это Ну многие Так на самом деле Наверное Бэнкс тоже Там типа Как-то сначала Так посмотрела У нее в другом Были проблемы Бэнкс Не в том Что она проститутка Ну короче Ну типа мне тоже Ну типа окей Молодец И она гордится Ты же осуждаешь ее за это? Алекс? Вообще нет Абсолютно И она тоже такая Типа Ты что Охуела меня осуждать Я зарабатываю Как могу И не стесняюсь этого А ты стесняйся Потому что у тебя все готово Все что говорит Алекс В этой книге Когда ее начинают осуждать Просто идеально Молодец Алекс очень классный Она может ответить Так что Типа вот этот персонаж Ну да Я действительно Долгою Да Что так и подумал И правильно Нельзя осуждать других людей Не зная их историю Ну сразу смотрите Хороший моральный вывод Хорошая книга Отлично Но главное Быть аккуратной Потому что В эскорте Тоже всякие вещи бывают Но у нее постоянные клиенты Одни и те же Она понимает Все-таки есть в этой проблеме Потому что нам показывают Проституцию Но только такую Типа очень Приятную Приятную Красивую вырезанную Когда у рандомной девушки Какая бы она красивая ни была У нее только Элитные Постоянные клиенты Которые Нет проблем С которыми нет проблем Которые не причинят ей вреда Да На самом деле На самом деле Девочке Очень нужно быть осторожными Всегда иметься Какое-то прикрытие для себя Человек Который будет заниматься Да Вашей безопасностью В том числе Нужно очень внимательно Тоситься к своему здоровью Всегда предохраняться Поэтому Если планируете Стать проституткой Имейте все это в виду На самом деле Мне кажется Каждая женщина В жизни задумывалась Типа Мне надо было В эскорт Честно На серьезных щах Нет На серьезных щах Нет Типа Конечно же Нет Мы же не осуждаем Проституцию Нет Типа Не было Конечно Такого Что ты такой Нахуя Я программировал Я пошел Надо было точно В эскорт Но в какой-то момент Там рандомный Ты такой Типа Как мысль Такая Блин Надо было в эскорт Ну такого особо нет Может быть Типа Не знаю В шутку Типа В шутку Естественно Все так говорят Но все-таки Мы осознаем Реальность То что это Вообще Опасная Профессия Опасная Нерадужная Абсолютно Никак Вот этот эскорт Который даже Типа Мы блять Сексом не занимаемся Хертом плавал Да С ними могут делать Все что угодно И вот этой Проституции Типа элитной Я не уверена Что она вообще Существует в таком виде Нет конечно Это Сколько фильмов Вышло документалок Типа Скортниц Как с ними обращаются Какие люди могут быть И что по факту Особо не защищают Да И все что угодно Может произойти Поэтому это очень опасный бизнес И Грустно конечно Алекс молодец Что гордится Но не хуй брать Да Не Типа Я проститутка Только для Уиллой Да Да Типа так Если вы найдете Типа пару человек Чистых На постоянке Красивых Накачанных Сексуальных Да Которые вам будут платить Не за секс А за то Что вы ушли после него Да Поэтому Которые еще будут Вам удовольствие Приносить Потому что Проституции Там тоже Не всегда Ты получишь Оргазм Это главная проблема В проституции Нет конечно Отсутствие оргазма Да Отсутствие оргазма А потом Смерть Скорее всего Или тебя могут Порезать Просто Или Сексуальные Рапсы Забрать Это все По отсутствию оргазма Сначала идет Оргазм А потом уже Реально Гранд И так далее Ой Подняли мы Такую тему Очень серьезно Давайте к Алекс Перейдем Ой К Рике Перейдем Да Они получается К другой проститутке Говорят ей Иди в купальник И поедешь с нами И она такая Ук Да Что угодно Она Она хотела Она хотела Быть с ними Так она Вообще Типа Еще тогда Три года назад Она же Убежала В их маршрутку Села Только для того Потому что Она Ей нравится Тоже Вот этот вот Типа Пранкерство Она адреналинджанки Это 100% Это факт Тут все бабы Которые будут Они будут Адреналинджанки Вы сразу Примите это Как данность Не нужно это На себя мерять И на свой Типа Здравый Мозг Да Она хотела Этого Она только Поэтому Типа Без вопросов И соглашалась И она хотела Быть частью Их Всадничества Да Она хотела Быть Кобылой Для этих всадников Она хотела Быть смертью Кобылой Кобылой Ну кобылка Да Ну в общем И она Едет с ними На вечеринку Говорит Знакомится С Этим Другом Сокомандника Майкла Который устроил Вообще В принципе Да Это вечеринка Типа Его команда И говорит Тому Что они Что она Девушка Его брата Майкла И что она Вообще Не смотрела Игры его И Майкл Такой Вот сучка Типа Его это Немножечко Покоробило И она уходит И бухает В бассейне С Алекс Текилу Всё так Да И потом Алекс Учит жизни Да Учит жизни На самом деле Молодец Алекс Мне кажется Каждую женщину В этой книге Просто Уму разуму научит Да Это вообще Вот всем Такую простую Она еще Визажист Стилист Да Алекс прекрасно Со всеми договориться Я бы хотела Чтобы нам еще Алекс сюда Подружки Мне кажется Она идеальна Ты хочешь Чтобы была На побегушках Типа Давала советы Делала Советы Выставляла Алекс Блин Очень нужна Еще и Раскрепостит Когда ты не можешь Мастурбировать Нихуя У тебя проблема Такая есть Я вспомнила Вторую книгу Просто Я еще плюсы Мне ищу Она охуенная Да Все так Короче А потом Рика прячется В какой-то Типа Искусственной пещере Туда Я хотела Спросить Она Аликс Как раз таки Вот на этой вечеринке Напилась Потому что У нее есть Какой-то мужчина С которой Она хочет Типа Отношения Но он не хочет Нам раскроется История Любовная Аликс Да Вот я хотела Чтобы Подождите Рика прячется В искусственной пещере Туда приходит Майкл Она Дэймон Сначала Она прячется В пещере Мастурбирует Там Туда приходит Майкл И Дэймон Дэймона Выгоняют Майкл Делает Кунилингу С Рикки А Кайна Все это смотрит Все правильно За сон Правильно Подожди Ты так сказала Как будто бы Она пришла В пещеру Помастурбировать Она пришла И такая Как красиво Потом туда пришел Дэймон Потом Майкл Выгнал Дэймона Майкл ее Поезжал к стене И такой Мастурбирует Она такая Окей Кай смотрел Так еще раз Давайте На всякий случай Поясним То есть Она в пещере Потом к ней Пришел Дэймон Зажал Его Отпугнули Потом Майкл Ее зажал Она мастурбировала Он ее Отвязал А Кай смотрел На это Все И потом Кай такой Не ешь с общей тарелки Ты берешь кусок Больше твоего положенного Он такой Ты мой хуй видела А мой ты увидела Сейчас посмотрим И на шпаках И чисто да И я ему такой Вы меня из-за этого выгналят Я тоже Ирика такая Ирика такая Ирика такая Это мужской клуб Фиктования Потом баб не пускает Ну он же нихуев Нет Такой не Правильно После этой сцены Они опять Идет трещина В отношениях Между ребятами И Майкл такой Типа да мы должны Отомстить ей Но какая у нее Сладкая киска Вкус остается Просто на неделе Она скотина Но ее киска Просто так и манит Просто Особенно когда Отведав Ну невозможно Остановиться Просто И типа Затуманила Личный сорт героини Теперь я хочу задать вопрос Нашей части Мужской аудитории Кто нас смотрит Или одежда Лизбиянка Вот у меня вопрос Когда-нибудь В вашем сознании Прискакивала мысль Боже У нее такая вкусная киска Невозможно Остановиться Подождите Хорошо Это тогда вопрос К женщинам Например Ты когда-нибудь Делала меня И потом такая Блин Ну я бы повторила Это не то Именно цитата Да Типа сказать Было так вкусно Что невозможно Надо медом Помазать Нет Ну типа Сама формулировка Фразы Она звучит Абсолютно Да потому что Это книжки Такие Нет Понятное дело Но я хочу Не то что Я хочу просто Посмотреть в глаза Этому человеку Типа Камон Я знаю что там Не сладко А ты пробовала Короче да Какого хера Я правильно понимаю Вывод книги То что Ему не могло быть Сладко Нет Вывод книги Что размышления Я ее ненавижу Ну боже Такая сладкая киска Невозможно оторваться Ну это Типа это побудило Его Вообще Расторгнуть Все Да Весь план Типа Да Сладкая киска Ну Женщина коварная Суэтажная Рика Неси сюда Надо попробовать Какая-то хуя Нам надо разобраться Так значит Сладкие киски Мы обсудили Следующее что происходит Хлопцы втихаря от Майкла Сжигают дом Рики Они должны были это сделать Но они начали это заранее Да Потому что они уже поняли Что он ест собственно Да Что слишком сладко ему было Поэтому Они обиделись на него Что они не попробовали Да Я правильно понимаю Что в этой статье Тарелка это пизда Рики Да Они сжигают ее дом Она Ей звонит охранник Она едет к себе В этот маленький городочек Тандербейли Да Тандербей 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 Едет туда И Плачет над спичками Да Плачет над спичками На своем доме Там Майкл Он ее подвозит В ресторанчик Они ужинают И он везет ее Ночевать в дом своих родителей Ебать Все так Там происходит что Они напряженно посмотрели Ужастие Можно остановиться На секундной сцене Посмотрим Ужастика Рика вела себя как голубоебка Да Она такая Я вообще 30 раз Рассмотрела эту Ужастие Я его обожаю И также в момент Который не страшный Она такая Прячется за подушку Не может смотреть Хихикает Так это флирт Такой Дегенерантки какой-то А Майкл Педофил Да Реально Вот так и есть Вот типа Поэтому ему Брит и Киски Нравится Да Все говорят Это по Фрейду А как вам стена С тем что Мать вообще нахуй Опять же Ничего не слышит Не понимает Когда Матери не было дома Позвонила А когда она позвонила Извините Позвонила И он Ей шептал В ухо Ну Слышно Да Не работают так Телефоны Да Что он говорит И мама такая Сынок Ты здесь Ты курицу достала Майкл хорошо На тобой обращается Да Я хорошо обращаюсь С твоей киской Сладкой киской Да Извините Пожалуйста Я забыла Эту курицу Я уже разморозила Да Сейчас пацаны Придут Будем ужинать С общей тарелки Да Господи Короче Странная конечно Сцена Не нормально Но типа Вопросы есть Напоминаю Все еще Рика Не дозвонилась До матери И Ну как она Хучды Подруга матери Звонит С другого номера И она такая Ой А почему другой номер Но я больше никогда Об этом не вспомню И буду звонить Типа не на тот Который позвонил ей А на тот Который у нее записан Но почему она не позвонила На тот С которого точно Уже ей звонила мать Да Она тупая Но знаете Что интересно Потом Следующее событие Которое происходило После этой сцены Она В книге было написано Типа Что это было В течение недели И она Все еще Не звонила матери И такая Что же мне делать Пора беспокоиться И я такая думаю Уже давно было Пора обратиться в полицию Какой нахер Спутниковый телефон Уже отъебись от него Ты уже вторую неделю Не можешь Звонить до матери При этом Знаешь Что тебе угрожают Эти долбоебы Твоей матери И ты такая Ну и вот типа Завтра уже пора звонить Она просто Переносит сроки Все время Да реально Но она же говорила Что в полицию Она не может пойти Потому что Ей у тебя Пройдет много времени Скажешь Что типа Она просто Недоступна И так далее Типа там были Размышления Это дебильное размышление Не надо идти Надо идти в полицию Потому что она не крыса Они были за секунду Полиция выяснила Что ни в каком она не круизе Потому что мать Майкла не в круизе Но это Богателки Шумиху не любят Понимаешь Это логика Взрослого Человека Который умеет мысли Ты про Рику Про тебя А там другая ситуация Она немножечко Отвлеклась На хуи Майкла Сладкий Ну короче Вот в эти моменты Она не пробовала его Лизу Не ври Я загадываю Да Короче вот эти моменты Ты такой читаешь Считаешь Потом она такая Прошла неделя Я так и не дозвонилась До матеря Ну и еще завтра Уже начнешься Беспокоиться Ты такой Какого хера Вот зачем это было писать Ну Чтобы понимала Что Рика Долбоебка Окей Что происходит дальше В этом доме Майкл приходит в маске Типа пугает ее Они начинают заниматься сексом Потом они занимаются сексом В катакомбе В школьной форме Он Рику заставил одеть Он точно педофил Да Он ее типа хотел выебать В 16 лет И он по факту Типа свою мечту Закрыл гештальт Да Закрыл гештальт А там была аргументация какая-то Он хотел Чтоб она оделась Потому что Когда он видит ее тело Он типа вообще устоять не может Поэтому нужно было Чтобы она типа Хочет на себя отделала Но при этом еще и да Три года назад она носила Да Балетки Эти балетки просто Балетки Я такая Ну я тоже носила в школе балетки Это сексуально В то время Это сексуально? Это не сексуально? Я про это Боже Короче Ебет ее еще в катакомбах Что она потом У нее тело помнит Его хуй Естественно Он же огромный Ну да Вы шо? Не ну Это классика Никаких маленьких хуев Дарк Ромонцев Да Вы знаете наше мнение По поводу Прищемления мужских Писек Рика прищемила Своей пиздой Это Бряни Лопа Дуглас прищемила их Зачем это писать Вы знаете наше мнение Вы знаете Как мы относимся Что у всех поголовно Огромные писюны Проезжаем это Да Я мы против Короче На утро Майкл Уходит Рано Оставляет Рику Конечно Он все ночное спит Как она спит Блядь Как крипово Он шо Эдвард Каллин нахуй Только Эдварду Каллину Это позволено делать Все мы стали Просто Вот это Вот И Настя Вот представляете Вы например Спите Не я тот Криповый чувак Который смотрит Как кто-то спит Мне Это пиздесс Ты просыпаешься Например Поссать Или там Выпить воды Просто продираешь глаза И на тебя вот так Смотрит человек Ну не вот так Ты просто смотришь Думаешь о своем Я таким промышляю Да Я Так Я больше с ними не сплю Ладно Двигаемся дальше Обсудили Да Что дальше Дальше Рика Они возвращаются домой Короче Рика идет в книжный И не может расплатиться Да И получается А подождите Майкл Общается С своим отцом И Как бы Хитростью Уговаривает его Передать ему Дела Дела На все Все финансовые Семьи Рики Потому что Мать не в состоянии Сама Заботиться Об этом Поэтому Они как бы Под управлением Кристоф Пока Ей Она не закончит колледж Или там Какая-то херня Да-да А еще Майкл После того Они переспали Такой типа Все Задействуем Последний этап Нашего плана Да Дело сделано Все выгодно Можно забирать бабло Еще не все выгодно Ну да Пока Да И он короче Типа Забирает на себя Управление Ее всеми финансами И тут она идет В книжный И не может Исплатиться Типа ни одна карточка Не работает И она такая Боже мой Что происходит А это Вторая часть плана Лишить ее всех денег Мне нравится Как она Оскорблена Типа Что ей сказали Что ну Маленькие Бедные студенты Типа Такое бывает часто Она такая У меня Типа Я только под дождь Хотела попасть Какая-то херня С карточкой Я тоже думаю Да-да Банкомат там И она такая Боже мой Проверит счет Ноль Я никогда не видела Эту цифру Чисто на своем счете Да Так люди живут Да Бедные студенты И не только студенты Как оказалось В общем Она просто Злая Бежит К Майклу И такая В этот вот Мужской клуб Устраивает сцену Где мои деньги И они там А еще Стягивают Скатерть И всю еду И все За это же тоже платить надо Тоже блять Не думает Конечно об этом Она заплатит потом Ну Своей жопой И короче И они Ей говорят то Что ее мать у них Ее финансы На их счетах И теперь Она будет делать все Что они скажут Если хочет Кушать И покупать книги Голубые платья И встречаемся У Кристоф В Тандербей До скорого Через час Она едет туда При этом Приклеив Вот этот вот Меч Ну типа Нож К себе И взяв еще биту На всякий случай Если биту заберут Будет ножик Так бита Это была Четно отвлекающий Маневр Чтобы ее Нож не нашли Как классно Ее обыскали Да Мне нравится То что Обыскали все Кроме места Которое надо было Обыскивать Естественно Это классика Ну в общем Там начинается потасовка Они говорят Что все Теперь ты наша секс-рабыня И я сейчас согласилась Конечно на это Типа Принуждать мы тебя не будем Нет Они это не говорили Это они между собой Об этом знать не надо Что у нее есть Отличный Что у нее есть выбор Да Она не должна об этом знать У нее есть выбор Но она об этом не знает Они хотели Подчинить ее Физически Морально Сломить ее Да Полно Чтобы она почувствовала Каково это быть В клетке В тюрьме И она Типа В итоге Вот этих вот Сеих разборок Ударяет Дэймона Этим ножом Ножом Просто И убегает В домик Который находится рядом Типа Там Охотничий домик Гостевой Да И Ну Куда она побежит Кому она обратится И поэтому Она решает Типа Понять Что вообще От нее хотят Потому что там тоже были Ты поплатишься за это Она нихуя не поняла Ну и она типа разозлилась И такая Нихера Они не будут Тут мной управлять Я разберусь И в итоге А Майкл в этот момент Такой Не возвращайся Не возвращайся Потому что Типа Ты была Мы бы тебя ебали Только что ты согласилась Рика Не возвращайся Да И он уже по факту В этот момент В своих мыслях Такой Они ничего не сделают Она моя Я больше не допущу Этого вопроса Это была ошибка И короче Она возвращается И они наконец-то Блядь За книгу поговорили Они А он такая А что вы еще взлетали Что вы хотите Типа Я вообще Вы говорили мне раньше Что по факту Они уже все Общая банда Команда Они ее приняли И тут такая Постава На самом деле Типа С ее стороны Вообще трэш Да Трэш ужасный Типа Они просто ее Издевались над ней Булили Да Оказалось Типа Вот она рассказала Эту историю Что Кай и Дэймон Ее чуть не выебали Кай такой Я был с Майклом Мы бухали И она типа такая Нет Ты сказал фразу Что там Блядь Про Христа Про Дьявола Про Дьявола Про Христа Майкла Христа Да И Майкл такой О боже Я знаю Кто говорит эту фразу Мой отец Но он же не мог там быть Поэтому Это был Тревор Злодеи всей книги Карты сошлись Да Что это Тревор Их всех подставил Потому что По факту Он не любил Своего Ненавидел Он всех ненавидит А почему он тогда Майкла Ничего не выложил На Майкла Потому что Для семьи проблемы Позор семьи Для него это На него бы сказалось И может быть Наверное То что Майкл Как раз таки Был не в тюрьме А его друзья в тюрьме Тоже на него Типа психологически Очень давило И тоже было Это его придурок Он так далеко не думает Он только просто Проблемы будут У меня Ну да По факту На самом деле Было бы логично Если он хотел Рику от него Отводить То как раз таки Можно было Только Майкл Он и так и сделал По сути Была речь Про то Что типа Рика бы не слила Майкла И всё Короче Они выясняются Дэймон Агрится И типа Какого хуя Трэвер Почему ты пытался Изнасиловать Рику Дэймон Ты шо Да А ну да Типа по факту Дэймон же Всё знал Да И он такой Почему ты мне сказала С самого нахуй Начала Женщина отстой Она разрушила бы Нашу дружную компанию Пранкеров И убегает И типа Причинается вечеринка И выброс Это да И такие Ну в принципе Всё Всё обсудили Можно побухать Я в этот момент Когда первый раз читала Я хотела бросить книгу Это странно Когда она Его простила Просто в эту же ночь Она его пустила в кровать Она не простила его Она не может ему отказать Но она его не простила Типа Ебаться с ним она будет Но внутри Она такая Но-но-но Так по итогу Они даже это не обсудят В дальнейшем Они просто продолжат Ебаться Да это пиздец И в какой-то момент Он такой Ну Мы пара Да Если честно Если бы Произошла такая ситуация Со мной Мою кровать Он не попал В эту же ночь А вот на завтра Может быть Там подумать Нет Это полный пиздец Давайте уже Откровенно Ну опять-таки Вряд ли мы хотим Оценивать эту книгу Перенося полностью Всё на жизнь Ну конечно Мы не богатые Типа Нет Ну типа Даже в жизни Ну Такой поступок Это как бы всё Ну да До свидания Но ты же читала Его мысли Он же уже сразу А мне похер на его мысли Это полный трэш Ну это факт Это просто Эмоциональное насилие Да И ты такая А ну он перепутал Да Да Всё окей А с кем не бывает А ещё А ещё Все мы люди Да Опять-таки вернёмся к тому Что мать-то на самом деле Всё в порядке Наоборот Они ей лучше сделали И вот это Приколы С насилием Это были шутки Всё Так это шутки И только если бы ты согласилась Поэтому Эрика такая Ну окей, ладно Он Дом подчините Деньги верните Да Они сказали Всё уже Типа процесс запущен Деньги скоро придут На ваш банковский счёт Да Ну типа всё Они всё вернули Ну типа Психологическое Типа состояние Ну да Немного поюзанное Но типа Зато есть деньги В целом Злиться не на что там уже Конечно нет Всё живы-здоров Да Короче, да Она вызывает его ревность Он такой Она собственно С садников Никто не будет её трогать И с парней Она пытается найти С кем ей как бы Припихнуться Чтобы позлить Майкла Конечно же И по итогу Она идёт к Алекс Спрашивает Сколько Она берёт За женщин Алекс такая Тебе бесплатно Да Алекс просто Мне кажется Нимфоманочка такая Да Всю серию такая Да дайте мне её вывать Типа Но так про всех Да На самом деле Всех баб Ну Что Такое бывает Да Я вас тоже Я её не осуждаю Ты зрителям? И вас тоже Всех вывём И себя вывём Да Ну всё И Майкл И мне нравится Что она идёт На его кровать Потому что она больше Ну конечно Это всё игра Майкл сначала Лиза Лиза Как ты раскусила Что это игра Не знаю Там было написано Это всё игра А у меня Выбесил момент Что он повёл её В комнату Тревора Он ещё Он устроил ей Весь этот террор Да И разозлился на неё И повёл её Типа ещё в комнату Тревора Что она с Тревором Смала Но по факту Вот это К разговору О том Что Как только Они начинают Нормально коммуницировать Малейшая хуйня И он сразу Опять в той игре Ещё непонятно Как просто Как спичка воспоминяется Ну у них же Она любит спички Да Поречали Ебать Просто притянули Смотрите Они Ну типа вот По факту У них Эти игры Типа Зайти Настолько далеко Чтобы тебя просто Уже не знали Что от тебя ожидать То есть Они уже Затмили разум Даже в их отношениях И каждый раз Ты такой Не ну это пиздец А потом Нет всё-таки Тогда было неплохо Да Вот это всё-таки Просто пиздец И когда Ну там уже На грани слёз И всего То что типа Я буду играть И я не сдамся Потому что Типа В принципе Что мне нужно выиграть Не сдамся Да Это уже Ненормально Вратитесь к психологу Лучше к психотерапевту Короче После этой сцены Они продолжают Он приходит После тренировок Они занимаются сексом Ночуют вместе На утро опять Ну не знаю При этом он контролирует Её передвижение Она его типа Игнорирует Но не игнорирует Какая-то херня Происходит В течение нескольких Недель Потом Случается Что он её Протаскивает В этот мужской клуб Одев Хлопца На Состязание По фехтованию После чего Прыхлой Выёбывает Там Своей шпагой Естественно Да Естественно Без тренировок Давнейших Ну ничего страшного Она тренировалась Дома Ты что Ну да Она в поту была Всё После секса Не знаю Хитая ситаты Ну извините Что я Без попутал Короче И происходит сцена В сауне Приступим Боже мой Как мне нравится Они её типа Разгорячились После того Как она выебала Всех Своей шпагой Они начинают Раздеваться Она ему говорит Я люблю тебя И тут Кай такой Здорово А скажи Скажи Да Я что-то вот так ржала Это так сложно Это я просто В этот момент Книги Мне кажется Нет это просто Вот эти Российская мелодрама Типа Да я же люблю тебя И тут только Кай Такой Да скажи Что ты любишь И я уже Господи Дай выебать её тоже Да Да Ещё кстати Был нюанс То что у Кая Ну типа Он не может заниматься После тюрьмы Сексом с женщинами И он Открылся Рики Единственной И она ему тоже Ну я имею в виду К тому что типа Начал с ней разговаривать Обсуждать эту тему А с пацанами нет И Рика поняла Я не читала про водопроводную трубу Охуеть блядь Пещеры и катакомбы Да вот Пещеры и катакомбы Что видимо кто-то грубко орал В общественной сомне Да Как-то было подумать Ну и всё равно типа Они заканчивают всё это действо И Кай такой Типа Спасибо Мой член работает Да 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 На самом деле Вот я скажу честно Мне нравится Это классно Мне понравилось Альпин, это супер Прописано классно Да Запись Я вот читала Ну типа второй раз И всё равно как первый Я такая Боже как классно Типа вообще В принципе Ну написано хорошо Не было никакой кринжатины Была понятна мотивация Там мотивация Всего этого мероприятия Она была не кринжовая В отличие от многого другого И реакция Майкла Это было прекрасно И Рика молодец Как она раскрепостилась И Кай Ну открылась Открылась Миру И возможности Да Короче ещё хочу отметить Что в первой книге Я обожаю отца Кая Во-первых Потому что Сам по себе Я думала Его отца Я тоже так подумала В первой книге Ещё не было Типа Его второй не особо Я такая Он же не очень хороший человек Отец Кая Хороший У него единственная Наверное нормальная семья Типа То что Каю плохо относится Так я думаю Почему именно в этот момент Типа Момент обсуждения Секса в сауне Ты вспомнила его Ну я его назвала Типа Паза Кая Конечно Я тоже подумала Типа что отца Кая В за момент В доме После вечеринки Когда он говорит Майкл Что типа Чувак Разбирайся Потому что Я не буду долго Типа Яйца на этом Да Он такой Не нужны мне Предупреждения Он такой Это не предупреждения Это угроза И я такая Бля Кай просто пиздец Кай классно Кай мне понравится Если я когда первый раз читала Мне книга про Дэймона Затмила вообще все остальные книги Скорее всего И я её очень хорошо помню Она мне очень нравится И я забыла Насколько вторая книга И насколько Кай охуенный Да Вообще Я вот сейчас читала С таким удовольствием Вторую книгу Просто персонаж Охуенный Мне кажется Знаете Ещё типа Просто Во первой книге Персонажи намного хуже приписаны В целом Чем во второй И во второй Типа Мне Кай понравился Типа В десять раз больше Майкла Но Мне кажется Это только потому Что он намного лучше Был прописан Ну и Майкла Он и дальше Будет такой Какой он есть Ну тогда пошёл нахуй Но у него есть И прикольные моменты Они будут Но суть не в этом Тебе нравится А что такое? Ни о чём сейчас Майкл токсик Он чисто токсик Он не Он не Кай Он не Дэймон Он типа просто токсичный мужик Да Он просто токсичный А что вам нравится-то? Майкл Вам не нравится? Мне нравится один момент с Майклом Один Я поняла В третьей книге Да Давайте вернёмся к первой Про бусы Про бусы Короче, после сцены в сауне И всего предыдущего Спустя пару недель Дэймон вместе с Тревором Крадут Рику Они её на лодочке возят в океане Приезжает Майкл На яхте Я так уже сказала На лодочке Возят в океане Лодочка Это, блядь На плоту, блядь На яхте На круизном лайнере Там огромная яхта На огромной яхте С размером С хуями Всех персонажей В этой книге Да Ну, пропорционально Думаю, да Хорошо Они возят её На огромной яхте Которая пропорционально С размером С хуями Всех персонажей Мужских В этой книгах Хороший персонаж Да И Они оставили Майклу записку Что за ней прийти Короче, что поистоку происходит Тревор пытается Убить Рику И Майкла Ну, а лучше Майкла Чтобы Рика это смотрела А потом Майкл Он говорит Я убью её Чтоб ты смотрел Типа, странно Но при этом Он ещё пытается Убить Уилла Первого Да, и Кая ещё Бля, Уилла, пиздец Да А ещё же Он рассказывает Рике Что Дэймона Насиловала его мать Да И поэтому у него С крышей Проблема Но что происходит Уилла кидают В каменных тапочках Ко дну Майкл бросается За ним в океан Что происходит В этот момент В этот момент Рику кидают Пока он спасает Застреливает своего брата Да Потому что он это заслужил И кидает его в бассейн В бассейн В факт Да, я думаю, умереть Да Он был ранен Майклом И он просто Ему не помогает Да А Дэймон В это время По съёбам Да Он такой Ну всё на него Да Типа как-то тут уже Началась странная Заварушка Я не участвую Дэймон лучшего друга Уилла Кидает в океан Я вот это Не могу Я это до сих пор Я не простила Вообще Зная Всю историю Да Зная то, что Ну типа по факту Они же типа Ну четвером Ну понятно Но Майкл С Каем больше С Каем Уилл С Дэймоном Типа лучшие друзья И то, что Ну мы уже В первой книге Начали понимать То, что у Уилла После тюрьмы Проблема с наркотиками С женщинами И алкоголем То есть он Типа не может выйти И забыть Того, что было в тюрьме И Дэймон по факту Это всё знал И знал Насколько он Важный человек В жизни Уилла И поступить с ним так В тот момент Когда он сломлен полностью Это ужасно Это ужасно И я тоже не простила его До сих пор за это Да в целом, конечно Дэймон в первой книге Долбоёб полнейший Все его поступки Начиная с того Что он не рассказал Что на самом деле Произошло тогда Три года назад Что это был Тревор И потом то, что он Скооперировался с Тревором И прочая херня Ну вот эта вот мотивация Типа остаться В том времени В котором ему типа Было хорошо И не пускать никого Потому что, например Ну все взрослеют И сто процентов Парни бы привязались К женщинам каким-то И, конечно же Они бы по-другому Уже вели себя По-человечески По-взрослому И их компания Вот эта вот Типа, да Она бы Ну она не развалилась бы Но Стала другой Да, другой Другие приоритеты Другая жизнь Более взрослая Типа, да Оно изменилось И он не хотел Просто Как раз таки И чтобы это все Менялось А был в том Застыл в моменте Где ему было комфортно Хорошо Вот в школьные годы Ну это понятно Но то, что ты делаешь Есть вопросики Вопросы есть Типа И как раз таки Ну он как будто бы Разрушает Типа себя И все, что рядом с ним Своих друзей У него просто У него очень большие проблемы Типа Он хочет прям Все разрушить Чтобы Типа От него отказались А не он отказался И что-нибудь такое Ну короче Ясный сервис Для себя Вот здесь Могла быть Хорошая рекламная интеграция Но Нам не платили Так И что Зачем заканчивается Вообще В принципе Первая книга Тревор умер Они его достали Со дна По факту С бассейна С бассейна Да Достали с бассейна Рассказали все родителям Они конечно Грустят Полиции То есть все нормально Они ничего не скрывают Забрали мобильник Который Типа С компроматом На них И По факту Живут спокойно Шикарно Потому что Майкл и Рика Вместе Родители это приняли И отец Такой Типа Уже подмигивает Ему Типа Давай Обсудим дела Типа На суще И он говорит А что обсуждать Типа Я все переписала на Рику Теперь она Типа Владелец И твой бизнес Партнер По факту И она Типа Сама будет решать Типа Свои дела И дела Своей Типа Семьи Да Компани Вот Поэтому Все нормально Дэймон Бегах И они такие Ну Дадим Бо Фору И Мама Которая потеряла Сын Типа Ну Грустно Конечно Ну Хорошо Что вы в порядке Типа Лучше он Чем вы Да Я бы никогда не любила Реально Ты был моим любимым сыном Да День благодарения Спасибо, что Спасибо, что Майкла Типа Я всегда хотела, чтобы мы были вместе Я вас все время шиперила Да И Майкл делает предложение Рике Он выкупает собор Делает из него и хату Типа Я не постеляю себе этот дом Ну ладно Но он, видимо, может быть Все с ним Не знаю И Рика такая Господи, мы здесь будем растить наших детей Где школьники ебались Так мило И где мы в катакомбах тоже ебались Нет, мы, окей А вот оргии школьников Так это все вычищено Все Вся сперма смыта Все нормально Он делает предложение с огромным бриллиантом Она соглашается Это было кольцо, которое она Три года назад украла Он его, типа, выкупил Он все время знал, что Они пожелятся Конечно А, и на протяжении всей книги Типа, он думал, что Я ее порчу, я ее порчу Она думала Он меня испортил, он меня испортил А по факту Был же потом эпилог Где Майкл вспоминает Как пиздючка Рика Ему по факту Типа, вложила мысль в голову Что, типа, делай все, что хочешь Ты будешь безнаказанным Мы богаты Да, мы богаты Типа, нам ничего еще не стоит делать такие дела Пранки устраивать И Тогда он отпиздил отца Да И Выкинул туалетную бумагу И одел маску Да, и такой Ребята, наши строкбольные маски Все еще у вас И они такие Да, типа, все, собираемся И сегодня мы будем делать все, что хотим И вот, типа, она его испортила Да Не испортили друг друга Боже мой На конверах Все, закончили с этой книжкой Давайте оценим ее Давайте Настя Мне оставили этой книге 2 балла Такие, как бы, крепкие 2 балла Мы очень много смеялись И на самом деле, когда я читала, у меня были... Я не очень смеялась Я просто кринжевала с большего Сюжет довольно скучно протекал Мне Много еще не понравилось В принципе, все, что мы сейчас обсудили Какие-то нелепые поступки, мотивации Мысли героев странные Возраст их То, что они думают Соответственно, этим возрастом Короче, очень много какой-то херни Поэтому я ставлю 2 балла И если бы не нужно было читать дальше Скорее всего, я бы остановилась На первой книге в этой серии Но Если вам не понравилась эта книга Читайте дальше Вот На путстве всем Лиза, ты как оцениваешь? Я, наверное, оценю на 3 Я больше скажу, что я, короче Ну, типа, я в Гудридже все время все оцениваю После того, как я читаю На этой книге Я, оказывается, и 4 поставила Представляете Когда первый раз читала Ну, не знаю Может быть, меня впечатлить было легче, чем сейчас Но, да Я исправила оценку на тройку И по факту Если честно говорить То, да, наверное, 2,5 можно было бы ей поставить Но я завышаю оценку за, в принципе, всадников За эту идею Типа, это первая книга в серии Мне очень понравилась На самом деле, мне Майкл тоже нравился При первом прочтении Есть нюансы Есть нюансы Как и к слогу книжки Как и к персонажей Переводу, да, больше, да К переводу И к самому, типа, мужику И Рике Вот Но, в принципе, в принципе Как начало книги Всей серии Мне очень понравилось Мне понравились Все четыре мужчины Было интересно читать На самом деле Даже Вот она очень большая Но по факту Я бы ничего из неё не убирала Она размером с первой катар Она маленькая Но я бы убрала Это дофига Не, мне нормально Типа, то, что Вот как раз-таки Типа, прошлое сначала Мы почитали Потом про Настоящее И как оно пересекается Типа, узнавать Вот эти вот нюансы Типа, ну, мне понравилось Тройка Спасибо Надеюсь, прочитаю на английском Когда-нибудь Но Как начало серии норм Ну, для меня это Я поставлю тоже Три балла Но я хочу отметить Что мне, в принципе Вот в этот Кринж Понимаете Атмосферу Легче Вступить Потому что я Читаю всё, что я Пишу, поняла Под ноглоса У неё очень Книжки в этом плане По атмосфере похожи Маленький городок Вот эти дети Которые творят Полную херню Вот это всякое такое И я Ну, типа Мне не приходилось Так долго Погружаться Чтобы привыкнуть И закрывать глаза Поэтому проще Да Были моменты Всё, что вы сказали Оно имеет право быть Так и есть Ну, просто Я люблю Поняла под углас Я, в принципе Получила удовольствие От книжки Где-то я покринжевала Где-то похихикала Где-то мне действительно Понравилось Плюс Я понимаю Действительно понимаю Чем Майкл Может нравиться Да Поэтому вся его Вот эта хрень Ну, типа Из-за этого Не кажется Такой хренью Просто это Не для меня Вот Именно эта книга Самая моя нелюбимая Из всех четырёх Не самая нелюбимая Самая нелюбимая Я не читала четвёртую книгу Но, наверное Я думаю Это что Я соглашусь с тобой Я надеюсь Что это самая плохая Она Ну, для меня Самая скучная Самая плохая Самая такая Дальше, мне кажется Мы растём Ну, типа Будет интереснее Даже уже сравнивать Со второй книгой Вторая Просто на 10 голов выше На самом деле Я после того Как я перечитала Эту книгу Я думала Как Ну, типа Как я Выбрала Типа Вот у меня Дэймон был Книга про Дэймона Любимая А потом Я такая Наверное, потом про Майкла Я так думала раньше И я сейчас Перечитала Я такая Я ебанутая Типа О чём я думала Ну, короче У меня мнение Поменялось О ней Но, типа Всё равно Имеет место быть Если вам нравится Типа Это окей И да Я действительно Правильно Света сказала То, что это Хорошая книга Для того, чтобы Вкатиться в дарк-роман Ну, ты понимаешь Что тут какие-то есть Мелкие триггер-вординги Мелкие И ты Ну, начинаешь Типа Где-то Обратный гарем Интересно попробовать Где-то интересно Попробовать Булли-романс Я, кстати, люблю Булли-романс Я прекрасно отношусь К этим буллерам Который, в конце концов Страстно ебутся Конечно Для меня это прекрасно Тропа А прикинь, прочитать книгу Где-то про буллера Который плохо ебётся Да, который в конце Не страстно ебётся Да, типа Он просто буллер Тогда это разочарование И вот это дарк-романс На самом деле Просто дарк-романс Всё, переходим ко второй части Мы в убежище отправляемся Так, то есть мы обсудили сначала Как его зовут? Испорчено Испорчено Сейчас начинаем убить Мы испортили Майкла и Рику И пора Убедить Нет, пора погрузиться в убежище Бэнкс Будем Понимаете, тут убежище Про всех на самом деле Да Персонажей И убежище Дэймона Где Дэймон прячется всё это время Да Убежище Бэнкс Убежище Кая Которую он скрывает Так давайте же найдём их Давайте Я ляда Путешествия не знает Ой, какая книжка Не, книга классная на самом деле Давайте сразу пойдём по сюжету Давайте прошлое сначала Как мы первый раз А потом настоящее Так, что у нас в прошлом У нас тут уже шесть лет назад Да Да Это было, получается, за Последний выпускной класс За год до событий Рики За два года За два года? За два Окей Год за два у них Короче, что происходит Шесть лет назад Мы узнаём то, что Майкл и Дэймон О, господи, Майкл Майкл запутнят Да, извините, пожалуйста Кай и Дэймон В церкви Исповедуются Это они в костёле В костёле Извините Блин, там была какая-то фраза Что я прям Ну, типа Он в кайф получает От того, что его считают Демоном в уплоти И я такая Ну, приколь Ну да, Дэймон Это Говорим От него целую книгу Будем разговаривать А Кай Мы узнаём то, что Он не любит Исповедоваться Он любит в кабинке Где никого нету Типа Сам для себя По факту Мысли упорядочит Рассказаться Типа И признаться Себе В своих грехах То, что он никому Не рассказывает Да Открыть душу Так сказать Типа По факту терапеваться Да Только для самого себя И вот он всё Типа рассказывает Что он делал Типа И так далее И вдруг Кто-то находится Типа рядом Какая-то женщина Девочка Извините Почему я их женщина Хочет из вас их женщина Я не знаю Девочка Пытается желаемое Задействительное выдаст Да Оправдает Так сказать Нет, тут подростки С подростками Ебутся О, тут нормально Да Я уже 17 Подростки могут делать Что хотят Друг с другом Их дело Как и мы делали Читали Фанфики Лиза, ты что Не ебалась Чуваком Которого на исповеди Встретила В школе Нет Пиздец Это был святой сердце Это что-то остановило Такому шутку Он нет тогда Я ещё не остановилась С чуваком Нет Это была шутка Извините Короче Она его подслушивает И начинает Ну по факту Флирт начинается И они друг к другу Там типа Открывают Всякие секретики Но она ничего не открывает Она просто Она хитрает Она до этого Понять Что ей интересно И она его вообще Не осуждает И ей даже нравится То, что она ей рассказывает Он проламливает Эту стенку Между кабинками Гладит Её щёчку Такой весь Вообще Кай сразу такой Типа Познакомимся Мне она ему понравилась И всё Берём быка за рога Рога за быка Правильно И она Ну типа Отвечает ему На этот флирт И говорит Типа Оля Похочешься за мной Молодец Тоже классно Мне она очень понравилась Мне Бэнкс нравится Больше Рики Потому что Это непопулярное мнение Это непопулярное Рика Всем нравится Нет Бэнкс Это Всем нравится Бэнкс ухеренная Рика Это всех фаворит Блин Рика Джене Рик Баба Пока Хорошо Пока Ну типа Я говорю только На основании Двух книг Которая прочитала Рика Джене Рик Баба На данный момент Она ни о чём Естественно Бэнкс намного крути Джек Бэнкс Очень прикольная Классная она И короче Она убегает По факту Он не видел её лица И он такой Ну типа Вызов принят Так сказать Типа Охота началась И он начинает Тоже вспоминать Типа Кто она такая Ну короче И в итоге Начинается ночь зиявола Они на своих Минивэнах Маршрутках Опять гонятся И кого-то сбивает Дэймон На какого-то пацана На велике На велике И Кай такой Типа Надо помочь И выясняется то Что это девушка Какая-то А не парень И которая Дерзкая Типа Типа Скрывает своё лицо И такая Отвали Типа Что это его Младшая сестра И типа Что Кай с ней Заколавился Очень прикольно Дэймону не понравилось Дэймон Да Дэймон В восторге Дэймон Да Типа Это не смешно Вообще Типа Я люблю попранковать Но этот пранк Вышел из-под контроля Уже И короче По факту Её забирают Типа Охранники Габриэля Отца Дэймона И она уезжает Давая ему понять Что это она Была воспитательной Да В самый последний момент Да Типа Не выдержалась Да Ну вообще Такая кокетка Ну типа Она сама знает Что Хочет Ну хочет Это понятное дело Но что типа Ничего не получится И это Да Да Даёт смелости Ну типа То что в исповедальне было Это как бы Никто не видит Он не знает Она может делать что хочет Потом она встречается С ним лицом к лицу И мне кажется Сначала она такая Типа Ну лучше слиться Но в конце она такая Не выдержалась Потому что охранники были Типа Она знала Нет Я думала Она не сдержалась Да Она просто в конце Не сдержалась Я не думаю Что она собиралась Типа Чтобы она реально охотилась Она хотела Но она не думала Что это реально Да 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 И в конце она такая Да И Хай такой Типа Вызов придет Опять Типа 2-0 И они её похищают Из дома Да Там типа Давайте ещё отметим Что она живёт ужасной жизнью Да Вообще на самом деле Вот эта книга Уже Дарк романс Потому что Судьба Бэнкс Это полный пиздец Как она живёт Вообще И как она К ней относится Как к ней относится И при этом Как она относится К своей жизни К своей жизни Как она относится К Дэймону Это Как она предана людям Которые по факту Выгрузили в её В токсичные Типа Как она предана Даже Дэймону Конечно Это полный ужас Короче, да Это уже Ну типа Реально В первой книге Это всё были шутки В этой книге Здесь уже Серьёзная чернуха Типа Ну Чернуха И травмы У людей настоящие Не хочу Пасть под дождь Да И для тех Кто не читал Отметим Что Бэнкс С 12 лет Живёт Все года В комнате Дэймона В небольшой пристройке Она не ходит в школу Учится за счёт Его домашних заданий И своего желания Учиться в принципе Да Он её заставляет Но она Чтобы образованная была Нет, не поэтому Ну да Он домашку делать не хочет Я думаю, ему похуй Образованная она или нет Да Он её учит Что все мужики Козлы Это ужас И бабы И они есть только друг у друга Потому что это кровь Ты не должна Даже На лодыжку Огореть Иначе сразу На тебя накинутся Эти шикалы Да На самом деле Вот это вот то Что он ложил ей в голову Что все женщины Годны только для того Чтобы типа Ебаться с кем-то И как она Ну типа Уже выросшая Как на ней Это пипец Как сказывается В её жизни И в принципе И она себя Вот например Она конечно же Хочет Познать какие-то чувства Любовь Нормальное отношение К себе Какую-то типа Теплоту Семью Какой-то момент Типа Чтобы у неё появилось Но она Она типа Этого хочет Но сама себя Отдёргивает Вспоминая Типа Дэймона Как он её Типа Выучил Что она видела Своё Типа В доме В котором она жила И вот это Типа Противоборство Типа Своё Это Сложно читать Насколько Сказалась Эта жизнь На ней И она Даже Как будто бы Осознаёт Что это Хуёво Всё Но она Не может Себе позволить Жить другой жизнью Из-за Дэймона Только потому Что она знает Что она единственная Вообще Он потому Что живёт Ещё Более худшую Жизнь И она знает Что только Она у него есть Только она знает Только она может Поддержать И она свою жизнь На это Позже Просто Перечеркнуть Ради Дэймона Как бы он К ней не относился Хотя она уже Вообще ненормальное отношение И это был Действительно Абьюз Но Но Как бы Она говорит ему Ты меня вырастил Я ни о чём не жалею Я тебя люблю Я тебя прощаю Ну Ну это в конце Мы к этому ещё придём Да Сейчас она Она боится Вообще Ну она хочет Во-первых Её привлекает Кай Это факт Она за ним следила Уже давно И Она хочет Типа Какого-то Кусежата Но Опасается Последствий Потому что Типа Когда она не слушается Ей прилетает Очень сильно Дэймона Ну как Он просто её Игнорирует Да Она прилетает Очень сильно Она не может Это единственный человек Которого она любит По факту Единственная с кем она общает Да И который любит её Типа Который обещает ей Всю жизнь Типа Быть вместе Типа Может они уедут После колледжа Начнут новую жизнь То есть она Живёт этой мечтой И Как раз таки Этот человек С которым она хочет быть Всю жизнь Это очень сильная наказание Это 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 на самом деле Ужасное психологическое насилие Ужасно Ужас Ну и На самом деле Типа Попрещается в этом 17-летнем возрасте В этих событиях Она ещё Думает Что она может себе позволить Тайком Встречаться с Каем И всё такое Это мечта Которая Типа Она Хочет Для себя Да Но она всё равно У неё промыкают мысли Что этого 100% не будет Но я хочу Чтобы это было Да Так здесь Мне кажется Она верит Что это возможно ещё Типа в начале Да В начале Всех вот этих событий Этой ночи Дьявола Того года Она верит То, что это возможно Да Ну, короче Что происходит Спойлер обломалась Да Её Они с Каем Начинают Типа Немножечко Зажиматься На тебя Флиртовать Её каждый раз Типа Ловит Дэймон В церкви Да Естественно Красивая сцена была Когда Очень По сути У неё не было Никакого вообще Опыта Сексуального Или какого-либо Да И вот это вот То, что В плане исповеди Она и говорила Что она хочет Да Типа Какой Кай нежный Да Посмотрите Вот он такой Просто она вставляет грани И он по этой грани Идёт Ни шаг вправо Ни шаг влево Да Уважает женщин И это ещё и он молодой Ему 18 Не все 18-летние парни Так себя ввели Далеко не все Давайте так Никто Это книжка Такого в жизни 100% Это сказка Да Это поэтому мы читаем книги Короче Очень классная сцена С Каем От этого пошло Вот это всё Что он Отец Кай Потому что он Принимает у неё Исповедь Она говорит Прости меня, отец Потому что я Согрешила Невозможно Я Я Это Очень классно было Просто Я Я не знаю Я если бы была На её месте Я просто Мне кажется Улетела Да Я просто так Начала Типа Понимаете Мало того Что он прощупывает Таким образом Типа насколько умно Поступил Прощупывая Типа То, что То, что она может позволить Доступного Так это ещё и горячо Это ролевая игра Да Это просто Мастер-биз Вообще И знаете Не все мужики Вывезут это Да Святой Он прям такой Покерфейс С достоинством Я просто Ты считаешь И смущаешься Я смущалась Честно И я бы такая Бэнкс Вообще Молодец Что она держала Лицо Да Которая Которая вообще Никакого опыта Да Мне кажется Типа я вот Типа Я себя 17-летнюю представляю Да я сейчас бы так Знаете 18-летнюю пациенту Я бы ему подыграла В своём возрасте Правильно 27 и 18 Да Я бы такая Типа Тут я бы уже держала лицо Я бы такая Типа Ну давай Мальчик Давай Мальчик Покажешь Что нормально У тебя вырасти Но типа В 17 лет Я не уверена Что я бы держалась Так как Бэнкс Типа Скорее всего Нет Нет Меня тяжело судить Но мне кажется Ну да Мы не попали в эту ситуацию Конечно Но мне кажется Типа То как я реагировала На книгу Я на книгу Я сидела В 25 И такая Обычно Типа Когда вот эти 18-летние пацаны Пытаются что-то Из себя корчить Ты такой Типа Ну Мальчик старается Пускай мальчик старается Вот так А ты так По головке поглазишь А ты молодец Ты в правильном направлении Двигаешься А в этот раз Ты такой Типа Жарный меня Между ног Начался Но По факту Говорю Лиза Ты согрешила Да С этой книгой Да Я её прочитала Хочешь, что я исповедую Чай Скай Всё это действие Прерывает Дэймон Дэймон, да И он по факту Видит Бэнкс И делает вид Что он её не знает Потом она всё Она сбегает Он даёт ей пизды Да Но решает Что нужно показать Какая есть на самом деле Отвозит её на вечеринку Вот показал, конечно Я так ржала Я сделала только хуже Братис Да Типа Показать, что он на самом деле Ещё более горячий Чем ты думала Нет, подождите Там же был момент Типа Я покажу тебе настоящее его лицо И она такая Типа Господи Я такое в своей жизни видела Что меня ничего не испугает И я такая Что же там будет делать Кай Типа Прерюдно насиловать Всех женщин или что Девочек Потому что Очевидно Нам нужно ли понять Что Бэнкс повидала Ну Трэша такого Что Скорее всего Большинство из нас Большинство из нас И близко Только в своих фантазиях Видели И тут Что Дэймон ему показывает То, что У Кая есть Тёлка Да То, что Типа по факту У него есть девушка А он Типа с Бэнкс Свертует И при этом Бэнкс Так же И так и реагирует Типа О боже мой Он меня обманул Я такая думаю А что ж ты видела В этом доме Так это Если тебя Это так Типа Ужаснуло Конкретно Что это Типа Кай Типа Сразу когда Они в следующий раз Пересеклись В лоб Такая Чувак Что за хуйня Да Он такой Мы не вместе Мы только спим Типа И она спит И ты мне нравишься больше Я хочу тебя И она такая Окей Типа Надо отдать должное Ну типа Другая 17-летняя девка Устроила бы там Ах ты Она бы ничего не сказала Про эту ситуацию И просто игнорила Или что-то Наверное Скорее всего Дэймон И ждал от неё Вот как раз Такого поведения Что она закроется А она такая Ну мне это не нравится А он Откуда Ну типа У меня всегда В таких ситуациях Вопрос возникает По сути Бэнкс Она Ну ни с кем не общается Кроме Дэймона И охранников своих Ну типа Это не Она читает много книг Да Это тоже Отчасти социализирует людей Ну Типа Мне кажется Это не восполняет Ну да Социальные Всё равно Скиллов не так много Твои социальные скиллы Что ты вот так вот По-взрослому Можешь общаться С вот этим чуваком Который так сильно нравится В таком возрасте Но может быть она думает Что у них есть по факту Одна ночь И она хочет просто Типа Разобраться во всём И страх Типа Отходит на второй план И типа То что она хочет Всё понять Превышает Короче Ну я к тому Что я бы ждала От Бэнкс Вот типа Зная её историю Что она будет вести себя Как дикарка Как дикарка просто Знаете Такая Но Мне нравится Как она себя ведёт Молодец Пять балл Вот Но как будто бы Этот момент есть Что Я ожидала От неё Немножко другого Ну хорошо Что она так выступала Да Но я Ну типа У меня Во время прощения Это глаз не резал Да Мне тоже так Ну если прям Разобираться То возможно Ну да Ты прям Мы остановились На том Что Они в могиле Да В могиле И опять Дэймон её находит И такой Да что ж такое Всё Типа Увозите её домой Её увезли домой И она легла спать В кровать Дэймона Потому что она живёт По факту В его комнате И Кто-то её начинает Обнимать И по факту Проверять Спит ли Дэймон С ней или нет Потому что Была сцена Где Бэнкс Ну типа Выбрала Дэймона Так и он буквально Говорил Что типа Ты любишь Бэнкс Да И то что типа Иди грей мою постель Чтобы я пришёл И выбыл тебя И Майкл По факту проверял Ебутся они или нет Но он уже знал Что типа Это сестра Потому что они Очень похожи И он такой Как Кай не понимает И мне нравится Что он его до последнего Не скажет А Майкл Не лезет Конечно Правильное дело Нет Я считаю Надо было рассказать Мне кажется Это очень важная деталь На самом деле Он и в свои особо не лезет На самом деле Во второй книге Он всё время На своём играх Вообще похуй Что происходит Всю зону человека Что поделаешь Вовлекайся В война у вас Вообще-то Ты шо Там же было написано Его интересует только Секс Рика Рика Еда Сон И баскетбол И баскетбол Типа на всё остальное Он внимания особо не обращается Причём он реально забил На своих пацанов Да Как Дэймона говорил Да Он правильно Прав был он Пиздав всё испортил Да И короче Майкл по факту Берёт Бэнкс Типа на прятки Тире Семь минут в раю И Там Ринесбериха какая-то И по факту Кай её находит И они У них начинается Просто секс в одежде Ну Да Они занимаются петингом Да И вдруг появляется Танцующая Женщина Как из легенды Про которую Рассказывала Бэнкс Кайо В исповедальне Да В танктифике Там И оказалось Что это Мань Дэймона Которая родила Дэймона В 14 лет На секундочку В 16 В 14 В 16 А в 14 Она её увидела Да Типа познакомилась Всего батя В 16 Уже увидела Дэймона И потом Его насиловала Это просто ужас И Бэнкс Сидела В шкафу В наушниках И временами Всё слышала Это просто Ужасная информация Которая была Написана в этой книге Ну и Типа Дальше опять Дэймон Заходит Бэнкс Пугается Что он увидит Свою мать И узнает её И как он отреагирует Потому что мы знаем Что она пропала Три года назад После того как В очередной Он её избил Да И типа Как он отреагирует И это Ну Она больная на голову Она начинает Говорить Гадости Чтобы он Выбил Бэнкс Да И типа Такой Ты мой большой мальчик Там всё такое Да Ужасная вещь Да Ну То что ты Не хочешь Слышать от матери Что ты не хочешь Ни от кого слышать Да Ну если твоя подружка То можно Нет Матери конечно Вообще не хочется Ну типа да Это на самом деле Очень ужасно Всё И ты узнаёшь Вообще историю Дэймона И историю Бэнкс Что она по факту Его психологическую боль Ну типа Заменяла физическую И кусала его Ну потому что он сам себя Калечил Да И она взяла эту роль На себя Потому что иногда Он слишком сильно Это делал Да Как он пятки себе резал Да Играл в баскетбол При этом Просто носки в крови Ну Сам Селф-харм Конечно Работает Не очень сильно В таких моментах Ужас вообще А в каких работах Да Если что ребята Селф-харм Никогда не работает Да Не пытайтесь Как-то помочь себе Лучше здесь Психотерапию Всё так Да И В общем Дэймон выходит из себя Он просто типа Уже перестаёт Осознавать вообще Реальность И Бэнкс его Единственное Кто может его успокоить В этот момент А Кай такой Ваху стоит Да Что происходит И решил её просто толкнуть Не Кай разозлился Засыпился за друга Ну да И отпихнул бабу Ну мать Дэймона Она упала И ударилась виском Да И всё время Кай думал Что он убил Мать Дэймона И по факту У Дэймона есть Типа на него Рычаг воздействия Это вот Типа эта ситуация То что он убил Человека Ну давайте Как его разошло На самом деле Давайте Он толкает Ну типа Ударяет Мать Она падает Ударяется головой Лежит Но вроде как Она в сознании Она дышит Да она дышит Бэнкс в это время Успокаивает Дэймона Он приходит в себя И говорит Типа Кай такой Нам нужно отвезти его Типа в больницу Удостоверить Что с ней всё в порядке Дэймон такой Говорит нет Это типа Мы разберёмся Внутри семьи С этой хуйнёй Кай уходит И всё Потому что мы русские Да Кстати Да Дэймон Это вообще Подождите Он Его Его семья Переэмигрировала В 1930-х То есть Он Ну типа То что он знает Русские Пару слов Ну у них Какая-то Типа классическая Вот эта русская мафия В Америке И вот это Стереотипные вещи Русских людей Это просто Вообще Эти охранники И ну не хватало Ему вот медведя на цепи держать Вместо собак Да Типа Это И была лайка Ещё чтобы Висело где-то Да Это просто Вот Мне не нравится На самом деле Вот я читала Про мафию Вот это вот Сладостное Забвение Вот это вот Да Вот эта серия Мафия Лори Я не помню Как это Её имя Автора И там Третья книга Была Про русского Чувака Про русскую Мафию Всё действие Происходило В Москве Это самая Кринжовая Была книга Которая Я считала За Постучий Прошлый год А я вспомнила Это просто Такие стереотипы Когда там Она попросила Они пошли на балет Конечно же Да Так и мать Балерина Естественно Короче Ты ещё балерину Увидишь В этой книге В этой серии И короче И они пошли на балет И она попросила воды А ей сказали То что Типа Ты в Россию И привезли водку И такого Дофига Было В этой Типа Книге И я Такая Думаю Какого чёрта Вот Американские авторы Настолько Стереотипно Описывают Русских Если русский То он сразу Плохой Он издевается Над животными Издевается Над сыновьями Всех Ебёт Просто И убивает Всех без разбора И так далее То есть Типа Ну Очень плохой чувак И в этой книге То же самое Типа Гэбриэл Ужасный человек Который всё Вот это делает По списку Я не особо Заметила русскости Ты чё Я у вас Вошла Съём Доска Тупая Сама Она Прям там Прослеживалась Конкретно И там Типа Было По факту Они русские 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 Они говорят на русском И вообще Она на обед Макала хлеб В суп Да Это несколько раз Прописывалось Потому что только русские Так делают И вот Вот эта вот Линя Она идёт в книге Да И вот иногда Ты такой Зачем? Зачем именно Вот это показывать? Не, на самом деле Мы так реагируем Потому что это Типа по сути Ну типа Наша Прилежайшая культура Которая есть И мы знаем Что это не так И поэтому мы реагируем Что оно так прописывается Стереотипно Да Но так же происходит Со всеми другими национальностями Например Японцы Да Только мы этого Не так остро замечаем Потому что мы не знаем Что у них творится Да Ну типа Япония И всё что говорит Кай Это про то Что он позор в семье Ему нужно делать харакири Что мечи висят Да Мечи И батя только и думает О том Что нужно Делать харакири Да Делать харакири Да Ты упозоришь Мою семью И всё такое Ну типа Стереотипы они есть везде Просто это нам ближе Поэтому это выглядит Ещё более нелепо Потому что мы типа знаем Что это какая-то хрень полная Девочки Кто из вас макает Хлеб в суп Когда ест суп? Я так не ем Я так не ем Я ем Я именно щи Когда ем Я всегда хлебушек Конечно Мака А если борщ То я хлебушком закусываю Я всё время макаю Ну короче Ты не заметила в книге Этой русскости Про макание хлеба Нет, я не заметила Блин Оно очень выделялось И типа по-дратски И ещё Отношение к женщинам Как раз таки Вот в книгах Это такое отношение Как у отца Дэймона К женщинам И вот эта вот в принципе Линия Когда он учит своего сына И всех Как к ним относиться Даже Кая Который, блин, малой Это тоже услышал Это русская стереотипная вещь Вот в этих книжках Типа про мафию Про вот эти дакроманцы Это чисто Только русские Так относятся К своим женщинам Давайте так То, что у Дэймона Русские корни Не обязывало быть Его отца Русские мафиози Конечно нет Но по факту Он типа мафиози Которым никто Не хочет общаться Да, типа Ну как бы тут собраны Все соки Собранный образ Да Так вот Офлеклись Да Русских обсудили Кай уходит И по сути Пять лет Он не знает Ну типа Счастье Ну он за год до событий Этой книги узнал Что вероятно Он убил Мать Дэймона То есть Пять лет Он вообще Не знает Что На нем Мокруха Из-за русских Все Да И мы всю книгу Почти Слышим Что Кай Сделал какой-то Ужасный поступок Который Знает только Дэймон И это типа Он на него держит Да Потом мы узнаем Что это было убийство И я такая Ничего себе А потом мы узнаем Конкретную ситуацию И я такая Что за хуйня О боже Он еще Мне больше нравится А потом вот это А он такая Так это не мокруха Нет Мы так воспринимаем На самом деле Он был уверен Что он убил человека Конечно Типа не можно убить Да Даже во время самообороны Это так описывалось Как будто бы Он ну изначально Типа Плохой человек Который совершил убийство Умышленное Так он себя и чувствовал Нет Он себя так не чувствовал Он не знал Что он совершил умышленное убийство Я не про это Я говорю Что типа Всю книгу К этому подводилось Что Дэймон Над ним держит Вот это Типа Ты совершил убийство А я за тобой Прибирал потом Но По факту Кай Вообще Был не в курсе даже Да То есть Это типа Абсолютно Разная Крас ситуации Да Кай Неплохой человек Такой он Хороший После ситуации С матерью Дэймона Кай и Бэнкс Больше не виделись Да До Одного дня Сейчас мы про него тоже расскажем Короче Книга про Кая Начинается от лица Кая Он пугает Рику Общего Наслаждается этим Да Наслаждается вот этой охотой Но они все такие немножко С психо Но мы знаем про Кая Что он любит как бы наблюдать За всяким Да Он такой Извращуга Да Я бы не сказала Что это извращение Нет Нормально Нормально Извращуга Да В рамках сексуального приличия Да Да Хорошо Хорошо Короче Он напугал Рику Он учит ее самообороне Потом получает педюлей от Майкла Что он переусердствует И Рика плачет ночами И изнеможение себя доводит Тренировками Это ее выбор Согласна Она хотела быть одной из пацанов Ну вот и пускай будет одной из пацанов Действительно Меньше плакать надо Вот именно Сопля Козявка Но Майкл так не воспринимает Он воспринимает ее отдельно Конечно И что она его женщина Пацаны отдельно Конечно Это тоже с другой стороны Это Майкл Это правильно Да Это нормально Надо пиздеть Ну Нужно с Рикой это обоговорить Она не в курсе Да Ну потом Станет Мне кстати очень нравится То что в этой Ну типа Кай больше у руля был И мой это пипец Шло Майкл немножко Осел Да Типа Из жизни вот Скажем Давайте так Когда Майкл был руля Было пососно Это факт Майкл он не Мастер-майнд Хотя при этом Он как бы считался Главарем их общей банды Да Но при этом Мне кажется Кай на эту роль Намного больше подходит Да И он прямо Типа Ну Когда ты считаешь Даже веришь В то что Даже считая его мысли Что он типа Такой Я блюфую Но всё равно Ты веришь в это И он отлично Вписался в эту роль Да Да Что происходит Они решают Найти Дэймона По многим причинам И Идут к отцу Дэймона Чтобы Выкупить отель Где Кай подозревает Что прячется Дэймон Да Спойлер Он был прав Но На 50% На полшишечки Вот И по итогу Отец Дэймона Отправляет к ним Бэнкс В качестве своего Ассистента Она одетая в мужика Непонятно Что это она Как служанка Она подслушивает Зачем Они собственно Хотят купить отель Они тоже Блядь молодцы Да Вообще Просто Все карты выложили Мне нравится Что Кай Типа сначала Никому не сказал Что он собирается покупать Потом он такой Многозначительно Такой типа Это хороший инвеститор Инвестиция И типа Майкл понимает И Уилл такой Уилл просто В тиктоке Когда типа Идет война Да Да Ну короче И получается Сначала Они типа Не говорят Потому что Понимают Что их могут послушать Не говорят про Дэймона То что им типа Нужен отель Как инвестиция В какой-то момент Забывает Хуй на это И начинают обсуждать Дэймона Потому что Типа служанки Это пыль Под ногами Да А нахера Было шифроваться Изначально Вы были вообще Одни в комнате И когда они начали Говорить про это Типа Инвестиция Типа А потом Там Дэймон Прячется Сто процентов Расслабились Они ждали Ассистента И он такой Бэнкс Ну когда Чуваки Охранники Спрашивают Бэнкс Все в порядке Бэнкс Нет Бэнкс Стоит Собеседовала Да Он такой Чё Бэнкс Видит ее Знает Я же ее не выебал Тогда Да Очень у них прикольная история Мне нравится Мне очень нравится И дальше Больше Он придумывает план Что Ему продают отель Но батя Дэймона Такой Ну за это ты женишься На моей племяннице Все-таки Как русский человек Можно объединить семьи Русская женщина В глазах американцев Ванесса Никова Никова Красивая Высокая Стройная Блондинка В голубом платье В голубом платье Естественно Просто Типа Очень Невъебенно Красоты И Доступная Доступная И девственница Да Это факт Естественно Девственница На которой Открыто флиртуют Да Короче И он такой Раз так Я еще беру У тебя Бэнкс В пользовании Она будет Моя ассистентка Свадьба Типа Я не хочу брать Как свадебный подарок Отель Я беру Бэнкс А покупаю отель Отель я сам куплю У меня есть деньги Кстати Они же организовали Корпорацию Которые Ну типа Я название Офигенно Их фамилии И я такая думаю Сначала А чем вы занимаетесь Вы такие Невъебенный бизнесмен Но вы нихуя не делаете Типа как Рика забрала На спортивный зал Да Да Типа сначала И типа Рика же забрала На себя управление Всеми финансами Своей семьи И такая Ты фехтованием Только преподаешь И любишь Майкл Типа как ты Управляешь своим бизнесом У нее есть люди Которые это за нее делают Но она владельница Окей Вот И типа да Получается У них есть Спортивный клуб Да И Додзе Додзе И что еще А короче Они вместе с Бэнкс Уезжают И несколько недель Получается Какого-то такого Теншена Чтобы он Бэнкс дает задание Она их выполняет Но огрызается Ходит в обносках В шапочке В шапке Прячет волосы Я кстати не представляла Ее типа знаете В сексе шапочке Что пару прядей Я представляла ее Чисто додиком Да Да Помашка Еще воняет Скорее всего Помашка Кстати По поводу ее гигиены Она постоянно говорит Что у нее под ногтями грязь Да У меня уебаный вопрос Тебе тяжело руки помыть Я тоже не понимаю Откуда у нее грязь Она же не работает Грязь под ногтями Она не вымывается водой Ее нужно типа оттуда Ну щеточкой помой Ну ей похуй видимо Она ходит Я ну типа Для меня вот это Это не выглядит Типа Мне все равно И я классная Для меня это выглядит Фу ты чушка Так она все так Ей похуй Ну типа Ей вообще без разницы На ее внешний вид На самом деле На самом деле Чем хуже Тем лучше для нее Потому что Это русские мужчины Ну потому что Дэймон Ей Ее убедил Что не дай бог Ты будешь чистой За зубы Грязь из-под ногтей Вытащишь Сразу Да это факт И всякая такая Типа слова Что Никогда мои волосы Не были помыты Высушены И распущены Одновременно Ну типа То есть я такая думаю Ты их В хвостике сушила Или что Она их высушила И убрала Но не мыла Грязные волосы сушила Ну вымыла Убрала После дождя Есть недочеты В этой фразе Я так скажу Одновременно Три функции Да Не получится Разновременно Их сделать Что по сюжету Ну как мы уже сказали Несколько недель Вот такого теншена Момент на вечеринке К Майклу Да То что Он опять Ее типа Вызывает Меняет условия Контракта Как обычно То есть по факту Он не хочет Жениться Она конечно же Вон Несси Никовой Естественно Да И он просто Типа перебрасывается Формулировками Тянет время Нового контракта С Габриэлем И Бэнкс Типа по факту Ему Своему отцу Сказала то Что он его не подпишет Он тянет время И на вечеринке Она опять приехала Опять новые вправки Но она встречает Алекс Которая Рассказывает Какой Уилл Охуенный любовник И как он нежно целуется Что лучше женщин Потом Уилл Относит Какую-то женщину Типа В спальню Заниматься с ней сексом И все это слышно И происходит Теншен между Каем и Бэнкс Потому что они Два извращенца Которые пришли Послушать Как другие люди Занимаются сексом И немножечко Потереться друг от друга Да В этот момент Но классный момент Охеренный Каждый момент Каждый момент И в итоге Бэнкс Забирают Ее Русские Друзья Подождите Давайте расскажем Что между ними произошло Она Ну типа Между ними Она его Точнее Переиграла Да Она его переиграла Он пытался ее соблазнить Чтобы запудрить мозги И она вместо этого Сама его Показала то Что типа Она тоже может Власть иметь над ним Да И это было Очень грешно Он обиделся На это Да Но он Ну Нужно признавать Унизил ее при всех Они никто не умеют Из-за этого как раз Вот это вот Унижение при всех Зная как это отразится Мне тоже нравится Все равно То есть он По факту Она Могла уйти В любой момент Но Он при всех Начал спрашивать Типа Кому она принадлежит Типа Кому она верна И так далее Зная что Она ответит Так как он хочет Потому что Если он не подпишет контракт И ее авторитет В этой семье Будет запятнан И ее пизды Да И она боится Что если он не подпишет контракт То он причинит вред Дэймону Да Она все делает ради ее аналитета Конечно Дэймон это типа Пуп земли для нее И она униженная Уезжает Типа К себе Домой Со своими Русскими Тремя мужчинами Ильей Давидом Ильвом Бля Я не знаю Город Над их минами Ну Илюха Че Илюха Пидарас Уебок Да Просто сжечь его надо Вернемся к Илюхе еще Да А что дальше происходит Мужчинское существование Ребенком И я знаю Габриэла Да И как он относится В принципе Ему же все равно Типа Сестра Дочь Мать Да Он все Когда Когда Типа Соглашался на контракт С Каем Он такой Типа Ты вообще умеешь трахаться Типа Да Дэймон тебя научил Да И если честно Я в этот момент думала Что он Типа Что-то с ней сделает Я тоже думала Что он ее Типа Но он Видимо Может быть Понимала То что Если он что-то с ней сделает То Дэймон Будет вообще бесконтрольно И Наверное да Сама Бэнкс говорила Что типа Единственное Что сдерживает его Это отношение Дэймона Но в этой сцене Типа Я на фигуну такая Испугалась Думала Ну он не сам Это решил сделать Чувак типа Не перегибай палку Ну уже как бы да Оставайся в рамках Да Дальше был классный момент Когда Кай Увидела Что она Мокнет под дождем Отвез ее к себе домой К родителям домой И приготовил стейк Мне нравится Как пять раз было повернуто Что он сам пожарил мясо Да Что он умеет готовить И что Бэнкс никогда не ела стейк В своей жизни Да И она в основном питается яйцами И тут была очень оскорбительная фраза Что яйца Это было не здесь Это было потом Когда он думал Что завтрак ей надо приготовить И такой Я наверное приготовлю ей яйца Она их любит И потом такой Не Не надо Потому что типа Она Это Бедные люди Только едят яйца А она всю жизнь их ест Надо что-то другое Типа к этому Я такая Нормально ешь Яйца в разном виде На завтрак Это Классика Это классика Даже мы вот завтра будем Есть яйца Ну это понятно Поддождь она попала В другой сцене Это было после этого Да Поддождь она попала И они пошли в их этот Додзё Додзё Короче И там Он Она замёрзла И он повёл её в душ Это классная сцена Когда он просто Раздеваться не хотел Но он её типа Тоже в одежде Обнимал И они разговаривали Да Ну и потом появляется Алекс Такая типа Ну пришло моё время Научить Девочку Мастурбирую Да Приодела Высушила Уложила Хвостик сделала Всё нормально Немножко потрогала Да Представь потом Кая Да Мне понравился момент С расчесыванием волос Что Бэнкс Ну она действительно Не получает Ну каждому человеку Нужны прикосновения Это социальная потребность Которая Каждому человеку Есть такая потребность У неё эта потребность Абсолютно не восполнена Она Буквально там Иногда обнималась С Дэймоном Когда Дэймону Было плохо Ей приходилось Это не были объятия А из желания объятий И она никогда особо Ну этого не получала И то как она наслаждалась Ну то есть её тело Отключилось Она наслаждалась От прикосновений Обычных базовых Что ей расчесывают Трогают голову Это тоже очень грустно Ну типа я в этот момент Реально загрустила Я потом не смогла Войти в муд Дальнейшей сцены Где Алекс Учил её мастурбировать Потому что ты уже Потому что я была грустная А у меня У меня в этот момент Другая хуйня проскочила Потому что я такая Типа Жиза Я тоже обожаю Когда мне трогают голову Типа я поняла Кайф Который она словила От прикосновения к голове Не потому что Для неё это Типа редкие Единственные прикосновения А потому что Типа тебе тоже нравится А потому что я обожаю Когда мне трогают голову Я тоже люблю Когда меня трогают Да И тут Кай Увидел Как Бэнкс Выглядит Без своих Мешковатой одежды Вообще Опешил Потом Майкл Опешил На самом деле Кай как будто бы Не заметил этого Да Поначалу Он как будто бы Игнорировал Только когда Майкл Увидел И Рика обиделась Он уже тогда Типа увидел Как она одета И такой Типа у нас будет Типа нету Дополнительной одежды Ну Кай Сразу её Типа Он её воспринимал Вообще не так Абсолютно Да Как все Он сразу увидел Её красивой женщиной Да И что он её 60 лет назад потрогал Да Во-первых Он уже знал Что под одеждой А во-вторых Он же потом Типа говорил Что Когда она так одевалась Что ничего Кроме её лица Не было видно И Типа Это главное И всё такое Ну и дальше События развиваются Ну Всякие мелочи делаются Но суть в том Что Из крупного Дальнейшего события Это Приезд невесты Кай Подожди Да А как же Сцена в Отеле А Когда они Диманы искали Да И нашли этаж Типа Кай поехал Ещё раз в отель И потом Он увидел Что Бэнкс Туда тоже Поехала Да И он Проследил За ней И Он понял Типа Он смотрит На лифт Который работает И видит Что он Останавливается На двенадцатом этаже И он такой Чё за хэ Двенадцатый этаж Замурован И Ну типа Пытается выяснить Потом он выясняет Как туда попасть Попадает Да И попадает В Бэнкс Не только Двенадцатый этаж Замурован Да Вообще В принципе Классная сцена Да Он охерел Что она Дестаница И сразу Такой Ой 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 Да А ты чего Ждал Да Типа Думал по-другому А он И мне нравится Как он сразу Сменил тактику Да Вот этого типа Альфа-самца На нежного Кая Который Типа Заботится о Первом разе Да Это было Это было приятно Очень мило И классно И то что они просто Типа такие Сегодня мы Не Кай И не Бэнкс И то что у них Это постоянно Проминетает Что мы забиваем Кто мы Что мы друг друга Должны ненавидеть И прочее В каком мире Мы находимся Да Делаем вид Что мы Мы просто Наслаждаемся Ситуацией Да Это охеренно Мне нравится Сквозь всю книгу То что это идёт То что на первом месте У них обоих Стоит долг У неё долг Перед Дэймоном У него долг Перед друзьями Перед тем Чтобы не сесть в тюрьму Да У него Типа Своя цель была Да И тут они забивают Этот долг Хотя обычно Они именно Такие Приверженцы Всё контролировать И всё рассчитывать Да Да Офигенно Мне нравится То что она Типа Про них всё знает Им рассказывает Где у них Неправильно Что они сделали И как и на Майклу Тогда Первым делом Я бы уволила себя Да Типа Вообще В принципе То как она С ними общается И как бы По факту Помогает немного Очень классно Да Потом ещё же была Сцена с Рикой Когда она Её спровоцировала На драку Это была чисто Провокация Отличная Ну да Ну наконец-то Я могу тебя Отпиздить Но по факту Она просто ревновала Каю И этот момент Когда она сказала Типа И спереди И сзади Просто шикарный Да И потом приезжает Ванесса Да Приезжает невеста Наконец-то Происходит Очень странная Сцена Где сначала Типа Бэнкс Отсылают Ещё Бэнкс Уже в шмотках Которые Кайи купил Да Шопинг был с Алекс С Алекс Закрыл торговый центр Уилл купил Бельё подбирал Знал точно Размер её Безгальтера И трусов И трусиков Посмотрев на неё Один раз Это тоже Ну типа Забавно Да И она мне нравится Когда потом такая Ну он мне выбрал Трусы Наверное мы друзья Да И мы можем Друг друга просить О чём-то Это чисто Отличная логика Ну у неё реально Социальных навыков Малова Да Поэтому это Это забавно Но при этом Она реально Правильно пользуется Тем, что есть И интуитивно Понимает Кому стоит К чём подойти Да Действительно Уилл Это тот, кто помог бы И с этими собаками Да Единственное, который Вопросов не задавал бы Такой Ну поехали Надо помощь Погнали Тебя просто проснулся Такой Ну ладно Типа И он такой Это не моя девушка Типа Ну меня попросили Типа Что мне было делать Отказываться Блядь Я всё-таки Трусы выбирала Да До тебя Короче, что происходит С этой Ванессой Кая заставляют Подписывать контракт Мгновенно И вот сцена Где их запирают В этом гостевом домике И прям Принуждают подписать И он такой Бэнкс Типа Мне не нужен этот контракт Я его подписываю Только ради тебя Чтобы ты На меня работала И она такая Нет Типа И мне нравится Что она после этого Не винит себя В том Что он подписал Это его выбор Это его эмоции были Типа У них же Несколько раз Вот это проскакивала Тема Что Да Ты мне нравишься Меня влечёт Но я всегда Выберу Дэймона И здесь Она же Типа Боялась До последнего Что Типа Пусть оно решится Как-то по-другому Лишь бы он Меня не спрашивал Кого я выбираю Ну типа Эта книга Она намного глубже Первой Да Вообще Просто Абсолютно Другой уровень Да Да Это классно Короче В чём суть Дэймон Спугивает Ванессу Чтобы Свадьба Расстроилась И не было свадьбы И зажигает Додзи Да И сжигает Ещё их Этот Клуб спортивный Додзи Что происходит Кай Наконец-то узнаёт Узнаёт Кто такая Бэнкс От Майкла Он такой Блин Её настоящее имя Никова Это фамилия Дэймона Буквально Ну типа Чувак Они брат с сестрой Они похожи Ты что На самом деле Вот То что мать Так поступила Вот это Видно что у Бэнкс Тоже есть Вот этот вот характер Когда типа Ты не хочешь признавать дочь Тогда я назову её Так как твоя фамилия Типа Это Ну Пипец Я кринженулась Я думаю Это было просто Типа На самом деле Я сначала подумала Что вот типа Ник Окей И типа Когда сказали Что она Никова Я подумала Что это фамилия Но типа От фамилии Её кликуха Сокращённый Ник Но когда я узнала Что Никова Это её имя Потому что он не хотел Признавать ребёнка Типа Чтобы все понимали Чей это ребёнок Это очень странно Ну да И фамилия Имя используется Но зато второе имя Сара Да Назовите ребёнка Сарой Сара Никова Тогда Да Вторым имя Никова Да Чтобы она Фамилия была Нормальная По-дратски Все называли Ник И всем было похоже Она дочь В семье Её же Ник называли Только Габриэл И Дэймон Её называли Ник Допустим Ну короче Что происходит Кай такой У меня не будет Невесты В виде Ванессы Но у него же Есть дочь Зато Подождите То, что я хотела Хотела Ещё что-то пропустить Конечно Сцена Восповедальная Нет, это уже было Да, во-первых Да, это было Буквально следующий день Когда Дэймон позвонил Бэнксу Сказал, что типа Я его убью Какая И она Типа решила Что единственное место Где он может быть Это Ну не сейчас Это Костёл Восповедальный И Она туда приехала И вот это была Красивая сцена Мне понравилась Отличная сцена Кабинки От начала до конца Молодцы Закрыли этот круг Да Потом Бэнкс же Он подписывает контракт Соответственно Бэнкс всё Типа В его распоряжении Она едет В его дом Узнаёт Настоящий дом Кая Где находится Там у них Там у них опять Точно Точно Пенетрейшн Секси Там Там С Рикой И потом Ещё раз С Рикой Когда они устраивают Типа За пару дней До ночи Дьявола Типа Потому что они все Рабочие Блядь Люди Классно Они больше Типа Они, конечно, всадники Но Они в будни Не тусуются Типа Пижамная вечеринка Для друзей В доме Кая И там Происходит сцена С Рикой Да Что за сцена С Рикой О которой мы говорим Майкл пытается В кладовке Зажать Бэнкс Что типа Она отпиздила Рику И вот это вот всё И по итогу Входит Рика Входит Кай И Бэнкс Ну А И Майкл Как обычно Токси Ты такой Раз ты ревнуешь Что мы разделили Рику Мы можем разделить Точно так же тебя Нет Типа Ты можешь получить меня По факту Он предлагал себя И Бэнкс Да А эти вы смотрели И она охуенно поступила Да Она такая Ты мне нахуй вообще не нужен А вот Рика Да-да И она начинает с Рикой целоваться У них там практически петенка Они тут уже раздели И по итогу У них случилось как мини-орги А можно называть орги Если просто две пары В одном месте занимаются сексом Да-да Это орги Ну короче У них вот это случилось Я вообще понимаю Типа чисто технически От четырёх Это уже оргия называется Да-да-да Неважно Происходит ли Да-да-да Я поняла Короче Квартет был у них Скажем так Да Вот Тоже классная сцена Забавная Да Мне понравилось И уже потом И уже потом А дальше Кай говорит Что у тебя есть дочь Да И надо жениться на ней И Габриэл Вот этот Ублюдок полнейший Он говорит Окей Но ты получишь её испорченную Нет, он не ему это говорит А просто Ну понятно Типа да Что он её не получит чистой И тут мы узнаём Что Илья пидорас О, это ужасно На самом деле Было Когда она такая Типа Смотрит на присутствующих Такая Ну Илья Давид и Лев Меня не обидят И тут Ну типа Подходит другой чувак И Илья Его отпихивает Она думает Что он и хочет Защитить А на самом деле Он Хочет сам Первый И это было ужасно Но она Отбилась Классно И типа Мне понравилось Что она вспомнила Про Рику Ну по сути После их Вот этого Момента У них Напряжение спало Да Спало напряжение И она Рику Начала воспринимать Как дружеского Объекта Да И она вспомнила То, что она сама Говорила Рике Что вот Ты в настоящей драке Когда вообще участвовала Нужно все использовать И типа Отослалась к этому В свой Вот этот жесткий момент Короче, да Было довольно стремно Это работало Респект Это реально Мафия Она Самого типа Грозного Повалила Все Теперь ты Респект Да И вот эти Два Давид и Лев Остались ей верны Слава Богу Они с самого начала Были ей верны Так и Илья Был с ней А как раз таки С Ильей Нам же как раз И говорили Когда вот Шесть лет назад События Что она с ним Ближе всех Возрасту И она с ним Типа Как кореша были По сути То есть он был Другом Другом ей Да Так же как и Давид с Львом Абсолютно Только еще ближе Как будто бы Да И предал ее А эти наоборот По сути Хотя Вероятнее всего Им за это смерть грозила Да Так и есть Да Поэтому она их и забралась Да И потом очень красиво Она такая типа Позовите Марину Мне нужно платье Да Потому что она Все-таки вырядилась Да Доделая откровенность На платье Макияж Да Прическа Пришла И все такие Это Бэнкс А Кай такой Бэнкс Мне нравится то, что он ее не поцеловал еще Да Ну он как сука с ней, конечно Мне так понравилось Мне тоже очень понравилось Она его типа Ну он ее вынудил выйти замуж Она сделал Она ему типа Ну я буду скоро вдовой Пыры-пыры Это диалог у алтаря Тоже класс Да Да Очень классно Здесь ученик такой Клянетесь Что ваши дети Дети будут любимы И они такие Продолжайте Продолжайте Тоже классно Он ее кинул у алтаря Не поцеловал Эннка Вот козел Да Типа он тоже будет плохим мужем Как и я хотела быть плохой женой Да То есть игрока переиграли Да-да-да Эфигенный момент Но они друг друга Вот они друг друга стоят Да Они очень похожи И этим ну типа Дополняют друг друга И вы знаете типа Для меня в этом есть очень большая разница С Майклом и Рикой Когда у них вот это было построение До вот этих близких отношений Когда мы друг друга любим Мы признаемся в этом По факту Майкл ее просто обижал Все время Она это хавала А здесь они постоянно Ебали друг друга Да И типа Вот это классно Вот такое мне больше нравится Динамика лучше Да Намного лучше динамика Да И ты ну как будто больше веришь Да-да Если Майклу по поводу Рики Я верила, что он ее хочет Но то, что любит Но до момента До его фразы Что 16 лет назад 10 месяцев 28 дней назад Я впервые увидел Рику И тататататат До момента Я такая Ну какая-то хрень А потом В этот момент Я такая Ладно Это тебя заставила автора поверить Да Автор меня убедила Да А тут тебя не надо было убеждать А тут химия такая Между ними Бешеная Что такое Блин И мне нравится И мне нравится То, что во время Их вот этих вот Игр и перебранок Друг с другом Они все равно Четко понимают Что они делают Да Вот даже тот же Кай Который такой Типа Да Я заставляю Я это понимаю Я ее не поцелую Но мы, блядь Будем в церкви Жениться Потому что Мамка моя Всю жизнь Да И мамка моя Меня не простит Да И я не собираюсь Вообще расторгать этот брак Что бы она там не говорила Вдованию Поиграемся Поиграемся И смиримся Да Я знаю то, что это навсегда Я знаю то, что я этого хочу Вот это самое охеренное Так и по сути Даже вот эта ситуация Типа Он ушел После, типа Свадьбы Это не привело к конфликту Она тоже прекрасно понимала Что он делает Да И это охеренно И потом у него дома Все окей Она приводит Блядь У него весь табор свой Я секунду поела Все нормально Да И пацанам вынесла Мне больше всего нравится Потом в какой-то момент Когда Кай такой Я люблю уединение Да, да Это уже, знаете, типа Какой-то ситком Начался просто Да Я люблю уединение Я люблю одиночество Я никому не рассказываю Про свой дом Тебя я принимаю Но Она такая Нет, он сказал К твоему присутствию Я начинаю привыкать Да То есть для него тяжело С кем-либо жить Она такая Милый мой Давид, лев Марина, девять Собак Две змеи Две змеи Просто И это мы еще Даже детей не рожали Это просто угар Да, это очень забавно было И то, что он Ну так ладно Мне нравится Что еще Ты хочешь Типа Умереть надо Я очень играла В конце Где она Все приводит И он такой Я не знаю Для меня это очень комично Да Да Класс И типа Опять-таки показывает Что он ее по-настоящему любит Он готов идти Найти уступки Ради нее Вообще Мне очень кайф Понравилось Мне тоже И Бэнкс охеренная Пара их просто Очень классно Мэтч на небесах Реально так и есть В костеле Как будто Что еще А, возвращаемся к свадьбе Они такие Типа Занялись сексом Все нормально И потом Дэймон врывается в игру Он звонит Каю Он угрожает Отобрали его собственность Да Что он посмел Бэнкс себе забрать Ну Дэймон пососал там, конечно Да, да И он по факту Типа пацанов Отводит в понтифик И нападает на девок Ну Самый главный момент То, что нужно своих женщин Брать всегда с собой Да Я не понимаю Почему они Да Они их недооценивают И так далее Они не продумывают То, что типа Они такие Ну За ними не пойдут Или что Два русских мужика Защищают их От всех Ну во-первых Мы узнаем Ну типа Мы всю книгу узнали Что Дэймон прячется Где-то под носом И мы узнаем Насколько под носом Прямо в их В далькуре Да И типа Еще один момент Почему Они такие Лучшие друзья Никто нахуй Друг с другом Не разговаривает Так это была проблема Самой большой книги Дэймон еще Да В начале книги Сказал Каю Что Рика Спит в своих трусиках Такая классная Все такое Ну он блефует А по итогу Мы узнаем Что Это правда Что это правда И почему Ты так боялся За ее безопасность И такой типа Гуру безопасности И самообороны Не подумал Проверить эту информацию Блин Опять эти сладкие пезды Да Просто Они рушат Все Естественно Разрушили всю компанию Да Короче Они узнают Что Дель Кур В котором живет Майкл и Рика И Уилл И которому Который сейчас Принадлежит Кристам Он раньше Принадлежал Торренсам А у них Во всех зданиях Есть секретный этаж Потому что они мафия Да Естественно И Блядь Дэвид Дэймон Прятался В Дель Куре Прямо Неподносом И следил за ними И Перемещался Из Дель Кура В этот Понтифик Да Туда-сюда Обратно Чтобы быть В двух местах Мобильным И за Каем Следить А Кай Который купил себе Дом с видом На этот отель Потому что Когда-то Девушка Которая он влюблен Рассказала ему Легенду Про этот отель Это просто Ну Да-да-да Это Да Мне еще понравилось Осознание того То что Кай Лишил девственности Бэнкс В этом отеле В двенадцатом этаже Да-да-да Где Дэймон Он его унизил Да По факту Не зная того самого Да Это еще его Кручить Да Да Переиграл Так сказать И насчет того Что они оставили Телок от них В какой-то момент же Они такие думали Типа ну Движность дьявола Точно Дэймон Будет действовать тогда Типа И Кай такой Лучшим вариантом Будет Если мы Просто останемся Все Вместе Дома Все вместе Забаррикадируем Да Но потом Дэймон Их просто Такой Типа Я в понтифике И оставили девок С этими Тыквы вырезать Да Вырезать тыквы С Двумя русскими мужиками И во-первых Я не до конца На самом деле Была уверена Что они верны Бэнкс Потому что Как и Бэнкс Была верна Всецело Дэймону Я думала Что и эти два Чела Могли быть верны Дэймону И типа Это Даже если это не так Мы-то знаем Со стороны Бэнкс Историю Но Кай И другие чуваки Не знают Как они могли Им доверить Оставить своих женщин Это неправильно Сразу подходит Нужно их все время С собой брать Потому что Это такой Они у меня под носом Я знаю Что с ними все нормально Если что Передрягу Пойдем все вместе Будем выбираться вместе А не то Что это как раз-таки Слабое звено На которое Можно надавить И в итоге Они пососали Такие типа Блядь Нас Обманули Мы зря маски брали Возвращаемся к тому Что чуваки Одели маски Чтобы идти Объявлять войну Своему бывшему другу Да И они такие Маски взяли Но женщину ставили Но зато Как масками Классно пользуется Дэймон Да Вообще В принципе То что Ну как бы Они Надевают маски И потом Ты такой Ну Эта маска Кай Значит это Кай Типа Это странно Да Ну нет Мне кажется Это просто первый Инстинкт Да Типа Ты такой Кто угодно Может быть за этой маской Ну ты так говоришь Потому что ты Типа читатель А в моменте Ты такой Ну конечно Это мой муж Кай Кай вернулся Своей маски Да Все И вон Еще 12 штук Но это потом Она типа Быстро очень поняла Что это не Кай был Он привел Каких-то рандомных Драганов В таких же масках И собственно Началась потасовка Да И Дэймона Уилл избил Ну ребята прибежали Да Все нормально Уилл просто Расхерачил Дэймона Дэймон позволил ему Конечно Потому что он понимал Он знал И винил себя За этот поступок И знал Что Уиллу это надо Да И он А Дэймон Еще любитель боли Солкарма Поэтому Наслуждаясь этим Всем выгодно Да И в итоге По факту Его там типа Бросили Оставили Чтобы забыли Как страшный сон Но потом произошло Что он спас Рику Да Начался ажи пожар И Костра С пожара Масленица Было что Да Ну где Масленица Рика перепрыгивала Через огонь И упала Ну короче Да Ну типа И мы тут такие Видим что С Дэймоном Ну типа Не все кончено Да Он не кончен Да Он все-таки Любит своих друзей Да Уже готов Даже с Рикой Принять Да Да Уже со всеми Их женщинами Но И в итоге Типа Кай Смотрит на Бэнкс И Такой У меня есть дела Поважнее Моя жена Мои друзья Типа Я Отступаюсь От этой войны Он обещание Который дал Бэнкс Выполняет Что он Конкретно Не тронет его Да Потому что Бэнкс Его попросила Не трогать брата Да Она типа Выбрала его Наконец-то С этим словом Да И в принципе Все отпустили Дэймона Да Но Классный был диалог Бэнкс с Дэймоном Где она ему сказала Что Да Это было неправильно То как ты меня растил Но ты меня вырастил Я довольна тем человеком Которым я являюсь Спасибо тебе Спасибо Я тебя люблю Ну типа Вот И он Отпустил её Больше не будет её мучить Ей повезло Что она встретила Кай На самом деле Да Если бы не Кай То она бы Продолжила В этой созависимости Ужасных отношений Да А так у неё есть шанс Нормальной жизнью жить Да И в итоге Что они Она спиздила собак Да Спиздила собак Змей Марину Змей Марину Марину украли Марина Да Светилась Лицом к лицу С Своим Отцом И такая Типа Если что Я приду за всеми собаками Которые ты заведёшь Да И Кай приняла Всю эту Живность Собачью свадьбу Ну а нет Бэнкс такая сразу Типа Надо их в приют Откормить А Уилл такой Не ну собачки Уилл просто с Биглем Уже такой Как такое прелесть Вам нужно отдать Боже На самом деле Уилл Очень отличается От трёх всадников Он самым Даже сейчас это видно Хотя мы И вы почитаете его книгу Он Я честно скажу Он там вырастет И очень классно Будет наблюдать За ростом персонажа Но Уилл Это отдельный Отдельный Вообще Из них От них всех Он как выделяется Как белое На фоне чёрного И в этом есть И свои плюсы И минусы И Уилл Я считаю Самым сложным Даже сложнее Дэймона Персонажа Я хотела Только про это сказать Что Я Типа Понимаю Как написать Было Майкла И Кая Это вполне Такие Дженерик Чуваки Такие Ну типа Дженерик Чуваки Которые Всем читателям Нравятся Тёлочкам Феникам Нравится Всё такое Дэймона Я тоже понимаю Как интересно Ну типа Он уже интересен А вот Уилл На данный момент Ну типа Он такой Забавный Но Ну типа У него окей Есть алкоголизм Но я не очень понимаю Пока Как из него Сделать интересного Персонажа Действительно Действительно Интересно Что Про него Там Своя Книга Которую Будет Интересно Читать И Вот В этом Плане Мне кажется Короче Мне будет Интересно Наблюдать Как Автор Раскрыл 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 его В этой книге Хорошо Третья Четвёртая Очень яркие Книги И я С нетерпением Жду Что мы К ней Приступим Потому что У меня По рейтингу Ну типа Идёт Вторая книга Вторая с конца По интересности А первая и вторая Это третья и четвёртая Ну то есть Третья на первом месте Потом четвёртая Потом вторая Потом первая На этом у нас Как бы закончилось Убежище Подождите Ещё был эпилог С Дэймоном Да Вот Важно Где он подписал На могилу мать Подписал Мочился Давай нормально Он не в туалет Туда сходил Он нас сал Да Он её унизил Он её унизил И там ещё Какая-то херня была Про типа Кто там следующий Что это было Да Что в следующем месте Месть будет Месть будет сладка И она будет сладка И она тоже сладкая Пусть Короче Да Будет дальше Месть Рика держись Мы знаем Что у тебя сладкая Пусть Короче Ещё Очень классно Лиза тоже Это не знает Как сыграет Вот это Убийство матери И вот это вот всё Там будет Очень классный момент Ещё одна Очень классная связь За которую я Пенелопу Дуглас Отдельно хочу Расцеловать Если честно Но вы это узнаете Я вас немножко Так заинтриговала Чуть-чуть Вот Но мне она очень нравится Этот нюансик Блин Ну я на самом деле Заинтригована читать дальше Учитывая Что вы говорите Что там Третья книга Типа вообще Отвал всего Потому что Ну типа вторая Мне прям вот Искренне было интересно читать Без прикола Третья тоже очень интересно Я верю Поэтому я говорю Типа я Very excited Продолжать серию Хотя вот реально Кто нас смотрит Кто не читал Кто прочитал только первую И забросил Типа Пересильте себя Читайте дальше Я бы была Ну на самом деле Типа очень Классная вторая книга Если следующая Лучше То Мы только за Я Ну типа Я хочу Скорее начать читать Дальше Тогда Да Вот Давайте рейтить Давайте Настя Этой книге Я писала Четыре балла Для меня Это прямо Как бы Высокая оценка Не пятёрка Были нюансы Местами Мне как будто В середине книги Я такая Как будто бы читала Одно и то же Несколько глав Мне так казалось Вот эти все Про Бэнкс Про Кай Их отношения К самим к себе Отношения с другими Что в прошлом У них было Кая с отцом Мне кажется Несколько раз Одно и то же Мы ссорили В середине книги Мне было немного Скучновато Но в целом Мне очень понравилось И как я уже сказала Я очень жду Продолжения серии Буду кратка Все читайте Всем рекомендую Лиза Бесс Я тоже поставлю Четыре Мне в принципе Понравилась Намного Эта книга Больше чем первая Мне понравился Кай Я прям По-новому Взглянула на него Я не ждала Ничего От этой книги Потому что Я помню Я прочитала И забыла Вообще Я половину Сюжета Не помнила А сейчас Я прям Получила Огромное удовольствие Огромное количество Эмоций Всех Я и грустила И смеялась И смущалась И прямо Была действительно Рада Да Рада Что Кай Для меня По-новому Открылся И Бэнкс Тоже Потому что Я забыла Насколько хорошие Это персонажи И как они Мне действительно Могут понравиться Вот Я Сколько ты ставишь Я забыла Четыре Да Я жду Просто С нетерпением Что мы начнём Читать третью книгу Жалко, конечно Что это будет Через подкаст А то и позже Да А то и позже Потому что Я прямо Очень хочу Прочитать И про Деймона Опять И в первый раз Прочитать про Уилла Потому что Ну Хочется завершить Уже полностью серию И понять Весь замысел автора Я тоже ставлю Этой книге Четвёрку Книга классная Книга интересная Ну Кринжа была Намного меньше Чем в предыдущей В разы Ты уже больше Погружаешься В эту дарк атмосферу Вообще Мне очень нравится Атмосфера в книгах Да Ну да Я не могу сказать Что я там Сильно пугаюсь Чему-то или что-то Но атмосфера Такая спуки есть Это классно Мне очень понравились Персонажи Мне очень нравится К чему всё идёт Мне нравятся Подвязки Которые нам Почти сейчас вкидывают Класс В рамках серии Это моя Вторая с конца По-любимости Но в рамках Просто отдельно Это классная книга Которую интересно читать Которые классные персонажи И всё такое прочее Это, кстати, ну Первая книга За долгое время Когда мы Троём ставим Четыре Да-да Это высокая сцена На самом деле И я Вот читая первую книгу Я прям была Недовольна Я такая Какого хуй Я не хочу дочитать Но читая вторую Я её, по сути, Прочитала за два вечера И вот вчера Дочитывая её Я даже не заметила Как время прилетело Что для меня Очень большой показатель Потому что Как только книга Проседает Мне сразу становится Типа я такая Сколько там до конца главы Типа Сколько я уже Времени за ней сижу А здесь такого не было И для меня Это очень большой показатель Классная книга Да, на самом деле Я когда Начала читать Я не заметила Как я прочитала Половину книги И я такая Типа Это Я за столько Такой маленький промежуток Времени Прочитала целую половину Потому что Я не могла остановиться Я не могла работать Потому что Мне было очень интересно Да, было интересно Кайя вообще Конечно С Вэнкс Закнили меня И сюжет намного интереснее Да-да И глубина персонажей Совсем не та Сколько, смотрите, мы ещё всякого под смысла нашли Без приколов Да Класс Короче, все читайте обязательно Если вы прочитали Пишите в комментарии Ваше мнение по поводу книг Насколько вы их рейтите И согласны вы с нами В каких-то моментах или нет И последнее, что я хочу спросить Как вам треки Пенелоп и Дуглас? У неё все книги музыкальные Мне очень нравится, что Прямо в момент Она напишет Какой именно трек Надо слушать Это классно Ты просто включаешь Это во всех её книгах Это мне так нравится Поэтому Я из-за Пенелоп и Дуглас Стала вообще слушать музыку под чтение Я этого никогда не делала И когда начала читать Пенелопу Это была первая книга Которая начала Это Агрессор Там тоже Везде эти треки Я пару глав проигнорировала А потом я вижу, что это везде Я начала слушать Они идеально подходят Они погружают в атмосферу Очень классно И Сами треки классные Я столько годного музла себе нашла Из её книг, если честно На самом деле очень хорошая музыка Нормальная Не Уйня Да, да, да Я, если честно В этот момент в первой книге Во второй книге, кстати, было меньше Намного упоминаний Какой-то музыки Чем в первой И в первой книге В моменте, когда После пожара дома Рики Они были в ресторане Дорс и Диана Блин, охеренный момент Я не про этот момент Ну, типа, да В этот момент, когда Рика говорила Какая песня подходит Разным людям А потом она такая Какая песня подходит мне И она перечислила просто Все группы И я такая Господи, мне снова 15 Да, да, да И причём группы И ты такой Я всё знаю Да, да Это набор говноря был Если честно Но мне понравилось Это не говноря Ну, секунду Какого нахрен говноря Говноря Это нормальная музыка 15-летки Не говноря Да Извините Говнори Слушали Любую Футбольную хуйню Луну Да Кто же Мы тут Говнори Слушайте Я когда С мужем пошла Визлент Тэпстейшн Ещё что-нибудь Нормальная музыка Так это говнорская музыка Она классная Да, но это мне было Значит так Я вот с мужем пошла На концерт Луны Ну, когда мы ещё не были Женаты В универе Нормальная группа И я обожаю их И он такой Пошёл со мной за компанией И такой Типа Настя здесь Одни говнори И я такая Это факт Но Мне нравится На самом деле На концертах И когда ты Приходишь Ты такой Господи Какие ужасные люди Слушают мою группу Которую мне нравится Да Постоянно Ты слушаешь Такой Боже Один я здесь Адекватно А некоторые смотрят на тебя Думают точно так же Вы заметили, что в жизни Почти в всех ситуациях Ты такой Какие видео Ёбки А я один нормальный Да Это всегда Пахнет говном От всех Кроме меня Да Всё так На этой ноте Мы хотим Обращаться с вами Ставьте лайки Подписывайтесь на наш канал Пишите комментарии Подписывайтесь также На наш телеграм-канал Там очень много интересного Даже по книгам Которые мы обсуждаем На подкастах И не только Мы просто Типа как Ведём блог Пишем ревью На другие книги И не только на книге В тиктоке Ну короче Там действительно Годный контент Кайфец И там все общение происходит На самом деле Мы очень много общаемся Да С нашими подписчиками Спасибо всем Кто пишет комментарии Так в ютубе Мы все комментарии Обсуждаем Обсасываем Спасибо Привет Поезд как раз Естественно Также подписывайтесь на Бусти У нас есть фридонат И ежемесячная подписка И с дополнительным контентом Да Как бы непросто Да С эксклюзивным Да Да А также Мы встретимся с вами Через месяц И готовьтесь читать Hunting Adeline Hunting Adeline Вторую часть Продолжим этот марафон Будьте готовы к обсуждению Поэтому Все Покупаем Скачиваем И Погружаемся Ну уже Намного более dark Уже будет Не сильно до хихиканий Да Будет Но Поменьше Посмотрим Пойдет Поменьше Ну короче Да Читайте Готовьтесь Смотрите подкаст По первой части Да Он будет в подсказках Да Да Все Всем спасибо Всем пока Всех вас любим Обнимаем До скорых встреч Пока-пока Пока Я хотела сказать Michael Christ Damon Torian Sky Mori Bill Grayson III The Four Horsemen Say Guys Might Счет Майд